Глава восьмая. В линейном батальоне. Семипалатинск. Этапный путь из Омска в Семипалатинск ранней весною по безрестным просторам и берегам Иртыша после четырехлетнего тюремного заключения показался Достоевскому настоящим возрождением. Уже под конец жизни он рассказывал друзьям, что никогда не ощущал себя таким счастливым, как в дни этого подневольного путешествия, попав в какой-то обоз, повстречавшийся по пути, сидя на каких-то жестких канатах, с небом над собою, чистым воздухом кругом и чувством свободы в душе. Но до полного освобождения было еще далеко. Семипалатинск представлял собою глухой городок, затерянный в киргизских степях неподалеку от китайской границы. Однообразный пейзаж приземистых и бедных строений оживлялся воздушными очертаниями остроконечных миноретов, раскинутых по всему поселку. Достоевский был снова водворен в деревянную казарму, но мог уже спать не на голых досках, а на нарах, покрытых кашмой. Он должен был со всей строгостью выполнять фронтовые занятия, но от других обязанностей был свободен. По-прежнему он был близок к народу, но уже к другому его слою — к русским солдатам. Он не отразил их в своем творчестве, подобно Лермонтову и Льву Толстому, но он искренне полюбил своих новых товарищей. «Те из нас, кто жевал солдатами», — писал он в 1861 году, отвечая на лживые выпады иностранной прессы, — «знают, насколько чужды они фанатизма. Если бы вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы». Тогда же он вспомнил в печати, как читывал вслух солдатикам и другому народу, разных капитанов Полей, Панфилов и прочих. Вскоре начальство разрешило Достоевскому жить на отдельной квартире. Он поселился в русском городе, поблизости от своего батальона, среди цепучих песков, поросших колючками, в полутемной и закопченной избе одной вдовы солдатки. Быт Достоевского в то время описан одним из его друзей. Его упрощенное хозяйство — стирку, шитье и уборку комнаты — вела старшая дочь хозяйки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучна при нем. Я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай в одной рубашке, подпоясанной только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Врангель. Воспоминания о Достоевском в Сибири. 1854-1856 год. Страница 36-37. Санкт-Петербург. 1912 год. Примечания автора. Недавний арестант возвращается к жизни. Он приобретает столь беспощадно отнятое у него право читать и писать. Несмотря на свои воинские обязанности, он набрасывается на книги. Умоляет брата прислать ему европейских историков, экономистов, святых отцов, древних авторов, Коран, Канта и Гегеля, физику, физиологию, даже немецкий словарь. Поистине поразительна эта широта замыслов и разнообразие духовных интересов после всего пережитого. Каторга не сломила художника. Она даже возродила с новой силой неудержимое стремление к литературной деятельности. Достоевский умоляет сообщить ему, кто такой Л.Т., напечатавший в «Современнике» повесть «Отроченство». Он читает Тургенева, Островского, Писемского, Тютчева, Майкова. Он получает только что вышедшие собрания сочинений Пушкина под редакцией Анненкова. Между тем, с осени 1854 года положение Достоевского изменилось к лучшему. В ноябре в Тиме-Палатинск прибыл на службу член прокурорского надзора, стряпчий казенных и уголовных дел, Врангель. Это был совсем молодой человек, едва достигший совершеннолетия, недавно лишь окончивший лицей и решивший по своих тракте к путешествиям и ружейной охоте принять службу в дальних азиатских владениях. За пять лет до того юный Врангель присутствовал на казне Петрашевцев, сокрушаясь о Достоевском, которого уже знал как писателя. На другой же день по приезде в Семипалатинск Врангель послал ему записку с просьбой зайти к нему вечером. Достоевский не знал, кто и почему его зовет, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веслушками. Светло-русые волосы были коротко отстрижены, ростом он был выше среднего. Но, пристально оглядывая меня своими умными серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу. Что, мол, я за человек? Он признался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда посланный мой сказал ему, что его зовет господин стряпчий уголовных дел. Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посылки и поклоны, и сердечно разговаривался с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив. Часто после он говорил мне, что, уходя в этот вечер к себе домой, он инстинктивно почуял, что во мне он найдет искреннего друга. С этой встречи началась новая эра пребывания Достоевского в Сибири. Дружба с областным прокурором резко видоизменила к лучшему его бесправное положение. Бессрочный солдат линейных войск начинает запросто бывать в высших кругах Семипалатинского общинства, у батальонного командира Белихова, у судьи Пешехонова, даже у военного губернатора Спиридонова. Врангель познакомил своего нового друга и с горным инженером ближних свинцово-серебряных заводов, повез его в город Змиев, сблизил со своими друзьями-офицерами, увозил с собой в казахские аулы. На лето они поселились вместе на высоком берегу Иртыша, на единственной загородной даче Казаков-Зад. Она принадлежала богатому местному купцу-казаку. Друзья занимались здесь устройством цветников и огородов, купанием в реке, рыболовством, чтением газет. Достоевский работал над своими каторжными мемуарами и читал в Рангелю свеженаписанные главы. Покуривали трубки, вспоминали о Петербурге. В заботах наших о цветниках принимали живое участие обе дочери хозяйки Достоевского. Они поливали георгины, гвоздики и левкои, впервые распустившиеся в песчаной местности, где, кроме подсолнечников, не знали никаких цветов. Иногда совершали дальние экскурсии верхом. Объезжали окрестные зимовья и бескрайнюю степь с разбросанными по ней юртами киргизов. Семипалатинская область богата чудесными ландшафтами, безбрежными степями с ковылем и полынью, водными пейзажами широкого бассейна Ирдыша, с основами борами, глубокими озерами. Врангель описывает поразительный вид на деркальный колыванский водоем, разлившийся среди ущелий и утесов, место, которое Гумбольд, изъездивший весь свет, признал красивейшим в мире. Но Достоевский был равнодушен к картинам природы, они не трогали, не волновали его, он весь был поглощен изучением человека. Неизменный интерес писателя к истории обращает его и в ссылки к художественной археологии. Он составил в Семипалатинске целую коллекцию древних чудских вещей, колец, монет, серебряных и медных, браслетов, серег, различных бус, изломанных копий и разных мелких вещиц из серебра, меди, железа и камня. Была у него и коллекция минералов. Но свыше всего он ценит выдающихся людей. Семипалатинское общество состояло почти сплошь из провинциальных чиновников и военных. Однако среди приезжих встречались и люди высшей культуры, которые относились с глубоким уважением и сочувствием к ссыльному писателю. Это были его «новые друзья», напоминавшие о петербургских кружках сороковых годов. Достоевский познакомился еще в Омске, а теперь подружился с офицером-казахом Чоканом Валихановым, первым ученым своего народа, этнографом, фольклористом и историком. Валиханов любил арабские стихи. Предприимчивый и отважный путешественник, он рассказывал Достоевскому о своих секретных экспедициях в 1858 году. «Валиханов — примилый и призамечательный человек», — писал Достоевский Врангелю. «Я его очень люблю и очень им интересуюсь». А в письмах к своему другу Федор Михайлович как бы предсказывает его будущность. «Вы — первый киргиз, образованный по-европейски вполне». Призвание таких культурных представителей Востока, по мнению Достоевского, служить своей родине, всячески содействуя ее сближению с Россией. Он горячо советовал своему дорогому Валихану растолковать русским «что такое степь». Познакомившись еще в Петербурге у Петрашевского с Семеновым, впоследствии Тяншанским, Достоевский сблизился с знаменитым географом только в Средней Азии. «Семенов — превосходный человек», — пишет он Валиханову. Как раз незадолго перед тем молодой географ объездил Европу, совещался с Гумбольтом о предстоящей экспедиции во Внутреннюю Азию, восходил на Везувий и Альпы без проводника, лишь с компасом и атласом. Он посетил развалины Помпеи и Пестума, Лувр и другие знаменитые галереи, пробудившие в нем будущего искусствоведа, автора исследований по нидерландской живописи и старинной графике. Все это оценил в своем даровитом собеседнике ссыльный писатель, побывавший у него в Барнауле зимой 1857 года и читавший ему первые этюды к запискам из мертвого дома. Отсюда Семенов проехал к неприступным предгорьям небесного хребта Тяньшань, обессмертившего его имя. Смотри сборник Петр Петрович Семенов-Тяньшанский под редакцией Достоевского Ленинград, 1928 год Ученым был отчасти Еврангель, по профессии юрист. Он занимался археологией и вскоре принял участие в научных экспедициях по Средней Азии, Восточной Сибири и Китаю. Он готовился переводить с Достоевским Гегеля и Птихею Каруса, популярного в то время зоолога и врача, увлекавшегося натурфилософией, примечания автора. 12 марта 1855 года весь Семипалатинск был взбудоражен полученным известием о кончине Николая I, последовавшей в Петербурге 18 февраля. Смерти императора предшествовали крупные политические события. В состине 1854 года союзники добились поворота в ходе кампании. Дистант англо-французских войск в Евпатории, сражения на Альме, под Балаклавой и на Инкерманских высотах, первая бомбардировка Севастополя, в которой погиб адмирал Корнилов, концентрация главного огня против Малахова Кургана, все это с октября по февраль резко видоизменило картину борьбы и предвещало катастрофу. На суд истории ставилась вся система Николая I, которой готовился грозный приговор. Царь болезненно воспринимал беспощадный ход событий. По его словам, австрийский император своим предательством повернул нож в его сердце. Известие об альминском поражении потрясло его как громом, а жесточение Европы грозило распадом империи. Премьер Великобритании Палмерстон угрожал расчленением России с отторжением от нее Крыма, Кавказа, Бессарабии, Прибалтики, Польши и Финляндии. Привыкший считать себя диктатором Европы или европейским жандармом по определению передовых кругов его времени, Николай I переживал беспримерное унижение своего достоинства и полный крах всего своего государственного дела. За 30 лет правления Россией он не сумел ни подготовить свою страну к войне, ни обеспечить себе международного влияния. Надвигался обвинительный приговор целой эпохи. В конце января царь простудился, а в начале февраля заболел воспалением легких. 17 февраля Лейбмедик Мант признал положение безнадежным. На другой день Николай I скончался. Русское общество было уверено, что царь отравился. Историки считают эту версию недоказуемой, но логичной и вполне соответствующей характеру правителя и условиям сложившейся ситуации. Когда раскрылась во всей полноте несостоятельность Николаевской системы, жизнь ее организатора была изжита. 12 марта Достоевский присутствовал с Врангелем на Панихиде в Семипалатинском соборе. Всех занимал вопрос, не прекратится ли долгая и тяжелая война. Сыльный писатель, как и все поднадзорные интеллигенты в Сибири, ждал перемены своей учности. Врангель стремится помочь своему другу. Он запрашивает ближайших петербургских родственников о настроениях в правительственных эферах, умоляет узнать, не будет ли при коронации амнистии политическим. Нельзя ли, пишет он сестре 15 мая 1855 года, шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском? Неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах? Это было бы ужасно, горько и больно за него. На каторге шла борьба за жизнь. Теперь нужно было бороться за свое освобождение от бессрочной солдатчины. Это было новое труднейшее испытание, в котором Достоевский проявил такую же силу характера и волю к победе. Эта новая борьба была подготовлена и личной драмой писателя, которую он переживал с весны 1854 года. Ицаева Достоевский вышел из своей грустной каторги, по его словам, с отчастием и надеждой. Он прибыл в Требалатинск с жаждой жизни. И в первый же год своего пребывания здесь он познал, наконец, большое всепоглощающее чувство, пережитое с великими треволнениями, но доставившее ему незабываемые минуты высшей полноты бытия. По крайней мере, жил, хоть и страдал, да жил. По приезде в Требалатинск Достоевский познакомился с одним скромным таможенным чиновником, Александром Ивановичем Исаевым, и женой его, Марии Дмитриевной, рожденной Констант, по деду француженкой. Жизнь ее сложилась несчастливо. Дочь начальника астраханского карантина, она вышла замуж за алкоголика, не способного регулярно работать, дружившего со всякими отбросами общества, обрекавшего жену и сына на острую нужду. Достоевский застал его уже ужасно опустившимся. Когда я познакомился с ним, он уже несколько месяцев как был в отставке, и все клопотал о другом каком-нибудь месте. Жил он жалованием, застояния не имел, и потому лишать места, мало-помалу они впали в ужасную бедность. Он наделал долгов, жил он очень беспорядочно, да и натура-то его была беспорядочная. Страстная, упрямая, несколько загрубелая, он был беспечен как цыган, самолюбив, горд, но не умел владеть собою. Контрасты такой натуры заинтересовали писателя. Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден, писал Достоевский об Исаеве, послужившим его отчасти прообразом для Мармеладова. Возникает первый личный роман Достоевского, чрезвычайно сложный и мучительный. Мария Дмитриевна болела туберкулезом, но, как многие чахоточные, была страстно привязана к жизни, к ее радостям и соблазням. Семейная обстановка ее была поистине ужасающая. Муж в пьяном виде доходил до буйства, и ей приходилось непрерывно охранять ребенка от невменяемости отца. Все порядочное общество отвернулось от них. Сохранилась лишь компания Исаева, которую Достоевский характеризует в одном из своих писем как грязную, отвратительную, кабацкую. Гордо и безропотно несла свою участь Мария Дмитриевна по определению ее нового друга, дама еще молодая, хорошенькая, образованная, умная, грациозная, с великодушным сердцем. Несколько позже, в 1856 году, когда он ближе узнал ее, во всей сложности ее характера, он определял ее еще глубже и разностороннее. Что-то каждую минуту вновь оригинальное, здравомыслящее, остроумное, но и парадоксальное, бесконечно доброе, истинно благородное, у нее сердце рыцарское, сгубит она себя. Натура метущаяся и порывистая, самобытная и окрыленная, возвышенная и смелая, такой представляется Достоевскому его первую любовь. Вот почему он видит ее на краю гибели, и его сердце полно тревоги. В то время ей было двадцать шесть лет. Миловидная блондинка среднего роста, очень худощавая, натурозрастная и экзальтированная, так описывает ее вратель. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитана, довольно образована, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. Познакомившись с ней гораздо позже в Петербурге и только мельком видевши ее, страхов отмечает, что Мария Дмитриевна произвела на него очень приятные впечатления бледностью и нежными чертами своего лица, хотя и отмеченного уже смертельной болезнью. На сохранившемся ее портрете перед нами молодая женщина с умным и волевым взглядом, высоким лбом и чувственными губами. Такое лицо в оживлении разговора в споре, в смехе могло казаться одухотворенным и даже красивым. Отношения Федора Михайловича с его будущей женой получили сразу какой-то неправильный и взаимно мучительный характер. Она приняла в нем горячее участие, свидетельствует Врангель, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбой человека. Возможно, что даже привязалась к нему, влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него нервная болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он без будочности, говорила она. Федор же Михайлович, чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Уже в первую пору их близости Достоевский испытывает приступы необычайной ревности к своей новой подруге. Отсюда же сомнения в любви к нему Марии Дмитриевны, что особенно сказалось в момент их разлуки. После двухлетней отставки и почти нищеты Исаев получил, наконец, новую должность заседателя по корчемной части, то есть по управлению трактирами, и что даже было очень унизительно, замечает Достоевский. К тому же предстоял переезд в страшную глушь за семьсот верст в дикий сибирский городишко Кузнец в Томской губернии. Но что было делать? Почти не было куска хлеба. Пришлось все распродать, уплатить неотложные долги, занять денег на дорогу, пуститься в дальний путь не в Кибитке, а в Телеге. Отчаяние Достоевского, по рассказу Врангеля, было беспредельно. Он ходил как помешанный. При мысли о разлуке с Марией Дмитриевной ему казалось, что все для него в жизни пропало. И ведь она, согласно, не противоречит. Вот что возмутительно, горько твердил он. Уехали в конце мая вечером. Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал на взрыд, как ребенок. Друзья решили провожать Исаевых лесной дорогой. Стояла чудная майская ночь. Врангель напоил Исаева шампанским и усадил в свой экипаж, где тот и уснул непробудным сном. Достоевский пересел к Марии Дмитриевне. Долго мчались с основом бором, пронизанным светом. Наконец остановились, распрощались, дернули лошади, еле стала видна повозка, замирал колокольчик. А Достоевский все стоит, как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Мы вернулись к себе на рассвете. Возникает переписка. Быть может, еще более мучительная, чем личные отношения. Мария Дмитриевна и на расстоянии не перестает томить Достоевского своими жалобами на лишение, на свою болезнь, на печальное состояние мужа и безрадостная будущность. Но еще сильнее, конечно, волновали и мучили Достоевского жалобы его корреспондентки на невыносимое одиночество и потребность отвести с кем-нибудь душ. Когда же в письмах все чаще и все восторженнее стало мелькать имя нового знакомого в Кузнецке, симпатичного молодого учителя, обладателя редких качеств и высокой души, Достоевский впал в окончательное уныние, бродил как тень и даже забросил записки из мертвого дома, над которыми уже работал в ту пору с редким увлечением. В августе 1855 года Достоевский получил от Марии Дмитриевны извещение о смерти ее мужа. Она сообщала ему, что Исаев скончался в нестерпимых страданиях. Переезд оказался для него роковым. Как писал позже Достоевский, он умер от каменной болезни, единственно по недостатку медицинских пособий, невозможных в глухом крае, где служил он. Обдавевшая женщина сообщала, что мальчик ее обезумел от слез и отчаяния, и сама она измучена бессонницей и обостренными припадками своей болезни. Она рассказывала далее, что похоронила мужа на чужие деньги, что у нее ничего не осталось, кроме долгов, что кто-то прислал ей три рубля. Нужда руку толкала поднять. И приняла подаяние. И осталась она после него в уезде далеком изверском, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видел приключений разных, но даже и описать не в состоянии. Так увековечил через несколько лет творец преступления и наказания эту будничную трагедию своего сибирского прошлого. Достоевский отдается всецело устройству Марии Дмитриевны. Он достает у Врангеля деньги, он пробует устроить в корпус восьмилетнего Пашу, он с героическим самопожертвованием хлопочет и даже на коленях готов просить за своего соперника, кузнецкого учителя Вергунова, по свидетельству Врангеля, личности совершенно бесцветной. Но все это бессильно, по-видимому, переродить дружескую жалость Марии Дмитриевны к Достоевскому в ответные чувства. Почти через год после смерти Исаева, летом 1856 года, Достоевский шлет Врангелю письма полные отчаяния. Я как помешанный, теперь уж поздно. Дела ужасно плохи, и я почти в отчаянии. Трудно перестрадать, сколько я выстрадал. Я трепещу, чтобы она не вышла замуж. Ей-богу, хоть в воду, хоть вино начать пить. И несколько раньше, в письме от 23 марта, «О, не дай Господи, никому этого страшного грозного чувства! Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить». Для этого личного романа Достоевского характерна та атмосфера взаимного мучительства, которая так присуща его творческим фабулам. Приведем в отрывках некоторые из его писем этого периода к Врангелю, дневник его самого страстного и мучительного романа. 13 апреля 1856 года На Масленице я был кое-где на блинах, на вечерах даже танцевал. Обо всем этом, о том, что я даже опускался танцевать, и о некоторых здешних дамах я написал Марии Дмитриевне. Она и вообрази, что я начинаю забывать ее и увлекаюсь другими. Потом, когда настало объяснение, писала мне, что она была замучена мыслью, что я, последний и верный друг ее, уже ее забываю. Пишет, что мучилась и терзалась, но что ни за что не выдала бы мне свою тоску, сомнения, умерла бы, а не сказала ни слова. Я это понимаю. У ней гордое, благородное сердце. И потому, пишет она, я невольно охладела к вам в моих письмах, почти уверенная, что не тому человеку пишу, который еще недавно меня только одну любил. Я заметил эту холодность писем и был убит ею. Вдруг мне говорят, что она выходит замуж. Если бы вы знали, что со мной тогда сталось. Я истерзался в мучениях, перечитал ее последние письма, а по холодности их поневоле пришел в сомнение, а затем в отчаяние. В этот момент приходит запрос от Марии Дмитриевны. Что ей отвечать, если человек с какими-нибудь достоинствами посватается к ней? Достоевский в ужасе и готов на все. Но тень надежды меня остановила. Я ждал ее ответа, и эта надежда спасла меня. Теперь вот что было. В муках ревности и грусти о потерянном для нее друге, одна, окруженная гадами и дрянью, она решилась выведать, наверное. В каких я к ней отношениях, забыл ли ее, тот ли я, что прежде или нет? Достоевский отвечает письмами отчаянными, ужасными, которыми растерзал ее. Она сознается, что только испытывала его сердце. Тем не менее, это замужество имело основание. Кто-то в Товске нуждается в жене, и, узнав, что в Кузнецке есть вдова, еще довольно молодая и по отзывам интересная, через кузнецких кумушек, гадин, которые ее обижают беспрестанно, предложил ей свою руку. Она расхохоталась в лицо кузнецкой сващи. Для меня все это тоска — ад. Право, я думаю иногда, что с ума сойду. В июне 1956 года Достоевский совершает служебную поездку в Барнаул и заезжает самовольно в Кузнецк. Я готов под суд идти, только бы с ней видеться. Он проводит здесь два дня с Марьей Дмитриевной. Она рассказывает ему о своем чувстве к Вергунову. Свидание было грустным, но не безнадежным. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого. Я там провел два дня. В эти два дня она вспомнила прошлое, и ее сердце опять обратилось ко мне. Прав я или нет, не знаю, говоря так. Но она мне сказала, не плачь, не грусти, не все еще решено, ты и я, и более никто. Это слово ее положительно. Я провел не знаю, какие два дня. Это было блаженство и мучения нестерпимые. К концу второго дня я уехал с полной надеждой. Но вполне вероятная вещь, что отсутствующие все же виноваты. Так и случилось. Письмо за письмом. И опять я вижу, что она тоскует, плачет, и опять любит его более меня. Я не скажу Бог с ней. Я не знаю еще, что будет со мной без нее. Я пропал, но и она тоже. Ей двадцать девять лет. Она образованная, умница, видевшая свет, знающая людей, страдавшая, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастье, самовольная, сильная, готова выйти замуж теперь за юношу двадцати четырех лет, сибиряка, ничего не видавшего, ничего не знающего, чуть-чуть образованного, начинающего первую мысль своей жизни, тогда как она доживает, может быть, свою последнюю мысль. Человека без значения, без доли на свете, учителя в уездной школе, имеющего в виду, очень скоро, девятьсот рублей ассигнациями жалования. Скажите, Александр Егорыч, не губит она себя другой раз после этого? Как сойтись в жизни такими разнохарактерностями, с разными взглядами на жизнь, с разными потребностями? И не попрекнет ли он ее впоследствии через несколько лет, не позовет ли к смерти? Что с ней будет в бедности, с кучей детей и приговоренную к кузнецку? Кто знает, до чего может дойти распри, которую я неминуемо предвижу в будущности? Что, если он оскорбит ее подлым упреком, что она рассчитывала на его молодость, что она хотела сладострастно заесть его век, и ей, ей, чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслушать? Разрывается мое сердце. Мария Дмитриевна настаивала на объяснении Достоевского с Вергуновым. Колеблясь в своем выборе, она, видимо, рассчитывала, что они без нее смогут легче договориться и разрубить Гордиев узел ее судьбы. Но этого не произошло. С ним я сошелся, — сообщал Достоевский Врангелю, — он плакал у меня. Но он только и умеет плакать. Рассуждать и уговаривать Достоевский не хотел, понимая всю бесполезность таких попыток решать рассудочно вопросы человеческих страстей и отношений. Но из Семипалатинска он написал одно большое общее письмо ему и ей вместе. Я представил все, что может произойти от неравного брака. Достоевский писал о трагизме создавшегося положения. Он просил юношу подумать о том, чего он добивается. Не сгубит ли он женщину для своего счастья? Вергунов счел себя обиженным и ответил резким письмом. Она же горячо его защищала, но после первых вспышек обратилась снова к Достоевскому. Опять нежна, опять ласкова, опять любит обоих. Чем кончится, не знаю, но она погубит себя, и сердце мое замирает. Достоевский решает пожертвовать собой и устроить ее счастье. Это означало осуществить в жизни благородный идеал самоотверженных влюбленных, как Жак Сакс Девушкин. Он обращается к влиятельному Врангелю с просьбой устроить служебную карьеру Вергунова для жизненного счастья Марии Дмитриевны. Она не должна страдать. Ведь он получает только 400 рублей астигнациями в год. Это составляло всего около 10 рублей серебром в месяц. Где тут обеспечить семью, дать счастье такой женщине, как Марии Констант? Нужно поговорить с генерал-губернатором, отозваться о Вергунове как о молодом человеке, достойном, прекрасном, со способностями. Следует написать о нем и главному начальнику Алтайского округа. «Это все для нее, для нее одной», — заключает свою отчаянную мольбу Достоевский. «Хоть бы в бедности-то она не была, вот что». Это письмо к Верангелю от 14 июля 1856 года, выдающийся человеческий документ и драгоценный источник нравственной биографии Достоевского. Это показатель высоты, какой могла достичь в жизни его горячая и неудержимая в своем полете душа. Моральная красота его личности выступает здесь во всей своей чистоте. Вскоре он проявит и подлинное мужество, и высшую жизненную энергию, готовность сильного человека на борьбу за любимую женщину. Все трудности, создавшиеся психологической ситуации, восходили к бесправному положению Достоевского, как все еще наказуемого государственного преступника, бессрочного солдата. Непременным условием к столь вожделенной женитьбе являлось производство в офицеры. Ведь не за солдата же выйти ей. Еще в начале 1856 года Мария Дмитриевна поставила перед Достоевским вопрос. Как быть, если ей сделает предложение человек пожилой, служащий и обеспеченный? Он немедленно же отвечает, что умрет, если лишится ее. Или с ума сойду, или в ртыш. Но ему ясно. Если б удались дела мои, то я был бы предпочтен всем и каждому. Необходимо форсировать официальные события, брать с бою свое счастье. Он вырабатывает смелый и широкий план. В юности он был знаком по инженерному училищу с братьями Нотлебенами. Старший из них, Эдуард Иванович, стал севастопольским героем. Он сумел в разгар войны прикрыть город сплошной оборонительной линией, вынудивший союзников отказаться от прямой атаки. Иностранные специалисты признали его самым замечательным инженером XIX века. Идеи Тотлебена действительно открывали новую эру в фортификационном искусстве. Имя его повторялось в этой страной рядом с именами Нахимова и Корнилова. Достоевский решает написать исповедь-просьбу защитнику Севастополя и просит Врангеля, старинного приятеля Тотлебена, лично передать ее по назначению. 24 марта Нижний Чин, вопреки правилам воинской дисциплины, пишет неофициальное письмо генерал-адъютанту Его Величества, одно из важнейших в эпистолярном наследии писателя. Напомнив о своем давнишнем знакомстве с прославленным адресатом, Достоевский краткими чертами излагает свою грустную историю. Я был уличен в намерении, но не более, действовать против правительства. Я был осужден законно и справедливо. Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Но тогда, тогда я был слеп, верил в теории и утопии. Каторга была ужасна. Но, клянусь вам, не было для меня мучения выше того, когда я понял свои заблуждения, понял в то же время, что я отрезан от общества изгнанничеством и не могу уже быть полезным по мере моих сил, желания и способностей. Я знаю, что был осужден за мечты, за теории. Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек. И каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противную сторону? Достоевский выражает свою заветную просьбу. Не службу считаю я главную целью жизни моей. Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать. Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным. Он указывает под конец и на свои интимные дела. Не скрою от вас, что одно обстоятельство, от которого, может быть, зависит счастье всей моей жизни, обстоятельство чисто личное, побудило меня напомнить вам о себе. Прибыв в феврале 1856 года в Петербург, Врангельс немедленно же передает письмо Достоевского Тотлебину и одновременно просит поддержки и у его младшего брата Адольфа, однокурсника Достоевского по инженерному училищу. Оба выражают горячее участие сильному товарищу и обещают сделать для него все, что в их силах. В 1841 году Адольф Тотлебин жил на одной квартире с Федором Михайловичем на Караванной улице, близ Манежа, где его часто посещал старший брат Эдуард Иванович, впоследствии защитник Севастополя и герой Плевны, примечание автора. Вскоре в деле Достоевского появляется высочайшая резолюция. Его Величество приказать изволил написать представление в форме записки господину военному министру ходатайство о производстве Федора Достоевского в прапорщике в один из полков второй армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14 класса уволить его для определения к статским делам. В обоих случаях дозволить ему литературное занятие с правом печатания на узаконенных основаниях. Это было бы полным прощением, если бы сам царь не сократил бы тут же свою милость предписанием учредить за Достоевским секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды. Таким образом, разрешение печататься оскладывается на неопределенное время, и главная цель письма к Тутлебину остается недостигнутой. Достоевский не добился признания за ним авторских прав, он только офицер, не имеющий дозволения выступать в печати. Его положение в журнальном мире крайне неопределенное. Ему еще несколько лет придется отстаивать свои права на литературный труд. Тем не менее, 30 октября 1856 года генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорд получает из главного штаба высочайший приказ о производстве Федора Достоевского в прапорщике. Это огромное событие, вызывающее полный перелом в жизни унтер-офицера линейных войск, порадовало его лишь возможностью поскорее увидеть Марии Дмитриевну. «Я ни о чем более не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать», писал Достоевский в Рангелю 9 ноября. «Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую». В тот же день он пишет брату. «Ту, которую я любил, я обожаю до сих пор. Это ангел Божий, который встретился мне на пути и связала нас с страданием». Эту связь он считал неразрывной. В последних числах ноября Достоевский в офицерском мундире приезжает в Кузнецк. Он честно и откровенно объяснил ей свои обстоятельства, отсутствие материальной обеспеченности, неопределенность своих авторских прав, но и большие надежды на возврат в литературу. Его твердая удлиненность в конечной победе убедила, наконец, Истаеву, что перед нею человек с будущим. Но оставалось одно препятствие — ее любовь к Вергунову, не угосившая все же и ее чувства к Достоевскому. За десять лет перед тем автор «Хозяйки» уже изобразил заинтриговавшее его своим драматизмом раздвоение женского сердца между двумя соперниками «Разбойник Муринт» или «Праведник Ордынов». Теперь сама жизнь раскрывала ему такую жгучую альтернативу женской души. Мария Дмитриевна металась и томилась в поисках спасения из этого гибельного водоворота, столкнувшихся в лечении. Пиздатель Достоевский или полунищий учитель из глухого угла, но молодой и красивый. Глубокий знаток человеческой психики верит, что подлинное чувство этой умной и сильной женщины не может принадлежать ограниченному и бесцветному существу, неспособному подняться до ее духовного уровня. «Она меня любит, это я знаю, наверное. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что такое эта женщина!» Не кощулством ли было бы замкнуть этот богатый мир порывов и дум в кругозор глухого уездного училища? Достоевский снова решает объясниться с Вергуновым. Но на этот раз сама жизнь на стороне писателя. Мария Дмитриевна, видимо, принимает решение в его пользу. Учитель уступает. Достоевский стремится отблагодарить его за понесенные жертвы. Он на коленях умоляет Врангеля устроить судьбу незадачливого Вергунова. «Теперь он мне дороже брата родного». Побратавшиеся соперники — это одна из главных тем будущего идиота. В начале декабря Достоевский уезжает из Кузнецка с решением сыграть свадьбу до Великого Боста. Но нужно еще было ковать свое счастье в мире, где деньги решают все — нанять квартиру, меблировать ее, оплатить проезды на тройках по маршруту Семипалатинск, Кузнецк и обратно, 1500 верст в оба конца, закончить свою офицерскую экипировку, одеть свою бедную невесту, заплатить за венчание и свадьбу, а ведь сам-то жених еле вышел из унтер-офицерского пайка. Достоевский проявляет изумительную энергию. Он пишет родственников Петербург и Москву, выясняет возможности местных займов, ведет переговоры, разъезжает, неутомимо собирает средства на устройство своего дома и своего будущего. Все это деловито, решительно, умно и безотказно. Масштабы необыкновенного человека ощущаются и в этой компании за жизнь, за труд, за семью, за счастье. И здесь Достоевский остается строителем и творцом. Родственники, конечно, настроены против этой женихбы. Московская тетушка Александра Федоровна Куманина, в свое время принимавшая участие в воспитании мальчика Федя, выразила мнение семьи. Сам только что вышел из несчастья беспримерного, не обеспечен и тянет в свое горе другое существо, да и себя связывает вдвое-втрое. Но Куманины присылают 600 рублей серебром, брат Михаил и старшие сестры по 200 рублей серебром, крупные служащие Локтевского металлургического завода капитан Кавригин сужают взаймы на дальний срок 600 рублей серебром, поддерживают и некоторые приятели, генерал Хаментовский и другие. Компания блестяще выиграна. Свадьба в Кузнецке 27 января 1857 года Достоевский выезжает в Кузнецк для устройства своей свадьбы. Это был убогий поселок Звероловов и Золотоискателей при Древнем Остроге. О таких углах Достоевский писал в записках из мертвого дома. В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов попадаются изредка маленькие города с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церковками, одной в городе, другой на кладбище, похожие более на подмосковные села, чем на город. Здесь Достоевский пережил свое первое счастье. Здесь произошло одно из важнейших событий его личной биографии. 15 февраля 1857 года он повел к алтарю местной Адигитриевской церкви горячо любимую женщину. Свадьба была очень скромная и малолюдная. У Достоевского в Кузнецке почти не было знакомых. Мария Дмитриевна, как бедная вдова, жила очень замкнута. Все же посаженными были местный исправник с исправницей. Венчал молодых отец Евгений Тюменцев. Шофера были, по свидетельству Достоевского, тоже порядочные довольно люди, простые и добрые, да еще явились два знакомых семейства, вероятно, из соседей. Были еще официальные участники обряда, четыре поручителя, среди них и учитель Николай Вергунов. Это, несомненно, сообщало большую напряженность бракосочетанию и раскрывало в празднике венчания сложную внутреннюю драму соперничества, ревности, вражды и страсти. Всем присутствующим были известны эти отношения, но им никто не придавал большого значения. И только великому писателю, изживавшему свою драму любви в кругу захолустного мещанства, были видны глубокие подводные корни целой драмы чувств, уже отлагавшейся в его творческом сознании. Мария Дмитриевна стояла под венцом, быть может, близкая всем своим существом не к жениху, а к своему шаферу, стоящему тут же рядом. Кто угадает внутреннюю драму этого отверженца, его обиду, ревность, отчаяние, гнев, быть может, и жажду мести? К какому жестокому и грозному финалу мог бы привести такой накал страстей? К бегству невесты из-под венца. К убийству мучительницы ее любовникам. К сумасшествию покинутого жениха. Ведь больше всего Достоевский опасался гибели Марии Дмитриевны от произвола пылкого и бездушного Вергунова с его дурным и упрямым характером. Не позовет ли он ее к смерти? Спрашивает Достоевский 14 июля 1856 года в письме к Урангелю. Через 12 лет он увековечит эту драму в своем гениальном романе о грешнице, полюбившей праведника и убитой сладострастником. Кузнецкая свадьба 1857 года развернется здесь в потрясающую картину беспримерной брачной ночи князя Мышкина. Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок, но большие черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли. Этого-то взгляда толпа и не вынесла. Негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты, уже кенлер подал невесте руку, как вдруг она вскрикнула и бросилась с крыльца прямо в народ. Все провожавшие ее оцепенели от изумления, толпа раздвинулась перед нею, и в пяти-шести шагах от крыльца показался вдруг Рогошин. Его-то взгляд и поймала в толпе Настасья Филипповна. Она добежала до него, как безумная, и схватила его за обе руки. Спаси меня, увези меня, куда хочешь, сейчас. Рогожин подхватил ее почти на руки и чуть не поднес кореть. Через несколько часов, на исходе Петербургской белой ночи, он призовет ее к смерти. Соперники в последний раз встретятся у ее тела с чувством глубокого взаимного сострадания перед погружением их обоих в ночь безумия. Ради этого эпилога Достоевский, по его словам, написал весь роман. Книга вышла из душевных потрясений писателя в эпоху его семипалатинской любви, которую сам он считал сильнее смерти. Вот почему финал «Идиота» относится к величайшим страницам мировой поэзии. В личном разговоре Анна Григорьевна Достоевская сообщила мне несколько дополнительных сведений о первом браке Достоевского. Федор Михайлович сильно любил свою первую жену. В жизни его это было первое настоящее чувство. Молодость его ушла целиком на литературную работу. Под впечатлением первого громкого успеха он весь был захвачен своим писательским трудом и не имел времени для настоящего романа. Увлечение Панаевой было слишком мимолетным, и их счет не идет. Но с Марией Дмитриевной дело обстояло иначе. Это было настоящее сильное чувство со всеми его радостями и муками. В последние годы обострившаяся болезнь покойной сообщила особенную мучительность их отношениям. От врачей, лечивших Марии Дмитриевну, я узнала, что к концу жизни она была и психически не вполне здорова. Примечание автора Через несколько дней после свадьбы Достоевские выехали из Кузнецка в Семипалатинск. Путь шел хвойными лесами, запорошенными снегом, на юго-запад, через Алтай, к стебям Киргизии. По пути путешественники остановились в Барнауле у Петра Петровича Семенова-Тяншанского, которого Достоевский очень ценил и уважал. Тут меня постигло несчастье. Совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием. Это было действительно страшное зрелище. Барнаульский врач тотчас же определил настоящую подучию и предсказал, что в один из таких припадков больной задохнется от горловой спазмы и умрет. Достоевский жалел, что при такой серьезной болезни он женился. Так, видимо, считала и Мария Дмитриевна. Новый муж ее неизлечимо поражен тяжелой мозговой болезнью, препятствующей военной службе, а может быть и всякой работе. В конце февраля Достоевские после грустного свадебного путешествия прибыли в Семипалатинск. Они устраивают свой дом, но уже с ощущением бивачности, с предчувствием близящегося отъезда навсегда из Сибири. Общество их довольно скромное и смешанное. Это ротный командир 7-го сибирского батальона Гейбович, полковник Гульткевич, поручик Снаксарев, приказчик местного купца Давыдов, помощник почмейстера Ситников, майор Шаакимова, отец Тарпопов, госпожа Шмейстер. Кажется, мы в городке ревизора. Военная служба уже не препятствует литературным занятиям. Прапорщик Достоевский командует своим взводом, но уже занят перепиской с редакциями «Современника», «Отечественных записок», «Русского вестника», «Русского слова». Он работает над двумя повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». В августе 1857 года в «Отечественных записках» появляется его рассказ «Маленький герой» под псевдонимом «М-Ий». Это переименованная детская сказка, написанная в 1849 году в Алексеевском провелине. Характерно сообщение Плещеева. Некрасов и Панаев с большим участием расспрашивали об вас и говорили, что если вы желаете, они тотчас же пошлют вам денег и не станут вас тревожить, пока вы не будете иметь возможность написать для них что-либо. Это уже возврат в литературу, хотя все еще без права пересечь границы Сибири. Работа отвлекает Достоевского от непредвиденных горестей его семейной жизни. Желанного и чаемого счастья он в своем браке не нашел. Мария Дмитриевна вечно хворала, капризничала и ревновала, — определяет Врангель этот несчастный брак. Уже в Семипалатинске начались драмы ревности, впоследствии совершенно подорвавшие семейное согласие. Любовь Достоевского, которая еще в декабре 1855 года пылала костром в его письмах, явно перерождается уже в 1857 году и перестает ощущаться в его существовании. Характерно и многозначительно его заявление в письме от 13 декабря 1858 года «Жизнь моя тяжела и горька». Но это надорванное и томительное чувство продолжает чем-то согревать и радовать сквозь грусть и боль глубоких разочарований. Сибирские тетради После насильственного бесплодия каторги потребность творить сказалось с особенной силой. В Семипалатинские годы Достоевским писались записки из «Мертвого дома», законченные в 1862 году. Создавались комические повести, задумывались, а частично и осуществлялись патриотические стихотворения, статьи о России, об искусстве, о современных поэтах и, наконец, большой роман «Величинойл» с Диккенсовой романом, требовавшей многих лет работы и предполагавшей широкие эпические просторы. Крупный интерес в ряду этих планов представляют письма об искусстве, о которых Достоевский сообщает Врангелю 13 апреля 1856 года. Замысел этого эстетического трактата был вызван большим научно-общественным событием. 3 мая 1855 года вышла отдельной книгой исследования Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», которая в качестве магистрской диссертации защищалась автором в Петербургском университете 15 мая, вызвав чрезвычайный общественный резонанс. По словам Шелгунова, присутствовавшего на диспуте Чернышевского, это была целая пробоведь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. В аудитории Петербургского университета было впервые провозглашено революционно-демократическое направление 60-х годов. Почти одновременно с такой публичной декларацией в июньской книжке «Современника» автор поместил авторецензию на свою диссертацию, в которой сформулировал основные положения материалистической эстетики. Это была разрушительная критика гегелевской философии искусства, которую Достоевский принял еще в 40-е годы и который оставался верен до конца. Источниками своего труда Чернышевский признавал статьи Белинского и Герцена 40-х годов. Официальные оппоненты, возражая диссертанту, отстаивали нежиблимые идеальные цели искусства. В этом духе вскоре стали возражать Чернышевскому Тургенев, Лев Толстой, Григорович и другие. Против новой революционной эстетики выступили и критики либерального лагеря, Дудышкин в отечественных записках, рецензиант библиотеки для чтения и Анненков в русском вестнике. Все это были резкие выпады против материалистической философии творчества в защиту чистого искусства. Все эти статьи находились в распоряжении Достоевского, читавшего Семипалатинске «Крупнейшие столичные журналы». Примечания автора. Достоевский решает определить свою позицию в разразившейся генеральной битве современных идей о красоте. Он готовит свою реплику на трактат Чернышевского. Это в сущности продолжение его эстетической дискуссии с Беренским. «Статья моя плод десятилетних обдумываний», сообщает он Врангелю. «Всю ее до последнего слова я обдумал еще вонски». Статья об искусстве задумывалась Достоевским как полемическая, горячая, противоречащая многим мнениям, то есть господствующей демократической программе русской печати, и даже выдержанная в официальном тоне. Автор намерен посвятить ее президенту Петербургской Академии Художеств. Она соответствовала консервативным вогрениям Аполлона Майкова и служила опровержением атеистической позиции Белинского. Достоевский отчетливо формулирует свою идею. Это, собственно, о назначении христианства в искусстве. Через несколько лет в своем журнале «Время» 1862 год, девятый номер, Достоевский высказался на тему об основной мысли всего искусства девятнадцатого столетия в связи с первой публикацией в России Собора Парижской Богоматери. Формула этой мысли по его разъяснению — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Это мысль оправдания униженных и всеми отринутых парей общества. Достоевский ждет хоть к концу столетия великого произведения искусства, которое выразит эту идею так же полно и вековечно, как божественная комедия Данте выразила заветные идеалы и верования в Средневековье. Так готовил Достоевский в Семипалатинске свою эстетику, задуманную в Петербурге в 1846 году и в самый разгар его споров с Беринским. Ему не удалось ее осуществить и в 1856 году, но вскоре, с начала 60-х годов, он будет в полемике с Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым отстаивать свои гигельянские воззрения на сущность прекрасного, не переставая восполнять свои теории о чистом искусстве боевыми страницами идейных романов о современной России. В 1861 году в журнале «Время» Достоевский писал «Со второго же номера мы обратимся к одному из самых современных вопросов нашей литературы, вопросу о значении искусства и о настоящем отношении его к действительной жизни». Подчеркнутые самим Достоевским слова иронически воспроизводят заглавие диссердации Чернышевского с пародийным заострением о настоящем отношении. Это уже вызов и декларация войны Чернышевскому эстетику. Эстетика Достоевского в основном опиралась на идеалистическую философию красоты Канта Шиллера Гегеля. Смотри выше «Диалог об искусстве» страница 83-87. Примечание автора. Он не мог их писать в Сибири. Заветные замыслы Достоевского отличались и тогда той глубиной и тракизмом, которые не соответствовали требованиям официальных кругов копальному сочинителю, доказать свою лояльность отказом от критики современной действительности и умением показать русскую жизнь в светлых и радостных тонах. Достоевскому приходится отложить в сторону свои любимые идеи и взяться за разработку подходящих для печати и цензуры безобидных и даже забавных сюжетов. В конце 50-х годов он создает две повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». Достоевский не любил этих вынужденно беспечных семипалатинских произведений. Примечательно письмо Достоевского, написанное на эту тему студенту Федорову в 1873 году. «Пятнадцать лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохую. Я написал ее тогда в Сибири и первый раз после каторги единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры, как к бывшему ссынному. А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Примечание автора. Но сибирские повести представляют интерес как создание типов, которые получат развития в позднейшем творчестве Достоевского. Они интересны и как попытки романиста трагика писать в комедийном жанре. «Я, шутя, начал комедию», сообщал Достоевский Майкову 18 сентября 1856 года, но вскоре потянуло к обычной эпической форме. Короче, я пишу комический роман. Сценический комизм оказался присущим дарованию романиста. Обе повести возродились уже в XX веке на сцене и дали богатейший материал для выдающихся русских актеров. Дядюшкин сон чрезвычайно интересен по своему строению. Здесь Достоевский впервые применяет композиционный закон, который ляжет в основу архитектоники всех его больших романов. Это очевидно школа Гоголя. История Москалевой напоминает судьбу городничего. В момент объявления блестящего замужества своей дочери она переживает крушение всех своих тщеславных планов на глазах у целого сборища своих врагов. Такое возмездие в момент наступающего торжества или сценическая ситуация одураченного простофили является по Гоголю одним из важнейших законов комедии. По этому типу и построено собрание дам в дядюшкином сне. Целое общество злорадно присутствует при стремительном падении своего ненавистного деспота. Этот композиционный закон можно назвать «развязкой ревизора». Так впервые разработан Достоевским характерный для его зрелого творчества прием многолюдных и бурных сцен, как бы сотрясающих все построение романа. Сборище, споры, скандалы, истерики, пощечины, припадки. По такому же закону строится и село Степанчиково. Но здесь Достоевский во многом уже ориентируется на мертвые души. Изобразитель пасмурного Петербурга становится жанристом патриархальной усадьбы. Огромный старинный сад, необъятные поля с дозревающим хлебом возвещают довольство и сытость всех обитателей села Степанчиково. Ничто не напоминает читателю о страшных событиях недавних неурожайных годин, когда помещики, обязанные по закону продовольствовать своих крестьян, кормили их желудями, лебедой и глиною, и целые деревни бродили по большим дорогам, пробавляясь нищенством. Благократные голодные бунты Николаевской эпохи пронеслись по России, не затронув села Степанчиково. Не здесь проезжие флигель-адъютанты изумлялись виду хлеба, похожего на торф, и не сюда направлялись кавалерийские эскадроны для усмирения голодных толп. Реальные географические районы, где вооруженной силой подавлялись отчаянные восстания нищих, не имеют ничего общего с той идеальной губернией, где раскинулось поместье полковника Ростанева. Этот островок блаженных среди темной стихии Николаевской Руси вырабатывает особый тип душевладельца, весьма мало напоминающий подлинные фигуры эпой. Если бы Достоевский имел возможность выбирать свои темы и разрабатывать их полным голосом, какие могучие импульсы для своего глубокого и мучительного дарования мог бы он найти во всех фактах организирующего крепостничества. Но в конце пятидесятых годов он чувствовал себя связанным и скованным. Вот почему историческим рабовладельцем Николаевской эпохи Достоевский противопоставляет своего идеального помещика. Это излюбленный у него образ наивного и кроткого прекрасного человека, на этот раз воплощенный в лице среднепоместного российского землевладельца полковника Растанева. Совершенная власть всегда представлялась Достоевскому некоторой отцовской опекой, а проблема управления государством строилась им по аналогии с семейными отношениями. Согласно замыслу автора, владелец села Степанчикова Растанев считает своих мужиков настоящими малыми детьми, неразумными и забавными, которых и уму поучить надлежит, и посмеяться над коими не грех, и кого побаловать иногда позволительно. Крестьяне такого барина обожают. В противовес этому представителю господствующей социальной категории, Достоевский изображает и противоположный общественный тип, особенно ненавистный ему, мелкого мещанина. Фома Апискин отвратителен. Достоевский не щадит красок и слов для показа его безобразия. Это моральный и физический выродок. Грязное невежество в нем сочетается с презренным низкопоклонством, злобствующая зависть с жестоким тиранством. В отличие от породистой внешности красавца и богатыря полковника Фома Уродлив и Плюга, самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педанской фигурке. Достоевский чрезвычайно точно определяет социальную природу своего героя. В повести отчетливо и неоднократно отмечается, что сам Фома к благородному сословию не принадлежит и незаконно затесался в привилегированный круг. Такая четкая сословная характеристика персонажа помогает Достоевскому с чрезвычайной осторожностью разрешить неизбежный классовый вопрос своей сельской картины. Конфликты с крестьянами возникают не от властной руки владельца, а исключительно в результате непонятного деспотизма какого-то проходимца нахлебника. Деревня приходит в движение только потому, что благодушный барин дает обойти себя какому-то злобствующему мещанину. Создается неожиданная ситуация, в результате которой крестьяне, благоденствующие под кроткой властью степанчиковского помещика, начинают страдать от его развязного приживальщика. Впрочем, и страдания их, как и все в Степанчикове, относятся скорее к области юмора, чем трагедии. Сложившейся исторической обстановки крепостного хозяйства, со всеми ее истязаниями и смертоубийствами, Достоевский противопоставляет только моральные недоразумения, вызванные совершенно случайными причинами. Здесь дворовых и крестьян не замучивают, а только заучивают. Фома Апискин насильственно обучает их французскому языку или же чинит вопросы об их снах, о комаринском мужике и прочее. При фактическом наличии в русских усадьбах кандалов, цепей и рогаток, при установившихся здесь пытках, негласных казнях и праве первой ночи, тетрадка с французскими вокабулами, который должен затвердить старый Гаврила, не смущает и не ужасает читателя. Напротив того, рассказчик, очевидно, рассчитывает здесь на дружный смех своей аудитории. Ведь по законам крепостной России крестьянин не имел права на образование. И попытки Фомы Апискина обучать мужиков астрономии, иностранным языкам и даже дать им представление об электричестве и разделении труда, должны были вызвать по неожиданности контраста резко комический эффект. Нам нетрудно заметить, что ненавистный Достоевскому мещанин-литератор предвосхищает далекое будущее и, вопреки воле автора, неожиданно оказывается в этом вопросе несравненно выше его намерений. Среди прототипов Фомы принято называть бессмертного мальеровского ханжу или цемера. Но сравнительно с Тартьюфом новизна образа, свойство столь ценимое Достоевским, сказалось в предании шуту и приживальщику нескольких смягчающих черт пережитого страдания и незаслуженных унижений. Это не просто хищник или стяжатель, прикрывающий неслыханным лицемерием свои преступные замыслы, это один из той огромной фаланги огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. Он не просто тиранит окружающих, он мстит обществу за полученные оскорбления. Он не только стремится к прямой выгоде, он еще поэт, способный пожертвовать утилитарными соображениями для удовлетворения своего самолюбия. Все это значительно расширяет и обогащает образ. Литературная профессия Фомы также утончает его характер сравнительно с бывшим уголовным преступником Умольера. Писатель низшего сорта, автор лубочной литературы для Фень и Книгонож, при этом неудачник в своей авторской деятельности, Фома показывает всей своей судьбою, как змея литературного самолюбия жалит глубоко и неизлечимо. Участие в печати развило в нем уродливую хвастливость, жажду похвал и отличий, поклонений и удивлений, неутолимую потребность как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться. Тотко подмечены Достоевским характерные черты низов литературной богемы, которую он в свое время наблюдал, и эти отмечительные черточки мелких щелкоперов с необъятными претензиями умело вправлены в замечательный художественный вариант к знаменитому образу Мольеровского святоши. Все эти особенности значительно углубляют образ российского тортюфа сравнительно с его прототипом и сообщают ему столь свойственный автору записок из-под полья колорит униженности и мучительства. К сожалению, Достоевский не показывает в своей повести метаморфозы Фомы и Шута великого человека, так что весь период оскорблений и унижений, пережитых опискином, скрыт от читателя, и герой показан уже в эпоху своего владычества в остро-сатирическом аспекте. Выдерживая стиль и тон всего произведения, он служит задачам комического романа всеми своими жестами и репликами. Эта юмористическая установка персонажа дает возможность автору очертить резкими штрихами своеобразный тип сословного межеумка, дворянина на безлюдье, уездного господина Журдена, российского мещанина во дворянстве. Навезла в трактовке героя, обеспечила ему длительную жизнь. Фома Апискин выжил в борьбе за существование литературных образов, и его имя стало нарицательным для всякого наглого приживальщика любой среды и эпохи. Следует думать, что ряд неудач, постивших писателя в его работе над селом Степанчиковом, объясняется его отказом от актуальной проблемы и допущенной им ошибкой формы. Нельзя было в конце пятидесятых годов наболевшую и животрепещущую тему русской деревни трактовать в плане комедии или комического романа. Также неправильно было веселый сюжет и забавные похождения развертывать на фоне помещичьего быта в момент последней отчаянной попытки крепостников отстоять свои зашатавшиеся права на личность и труд крестьян. Несмотря на исключительную готовность журналов всемирно поддержать возвращающегося в литературу ссыльного писателя, две редакции возвращают ему рукопись и только третья, менее влиятельная и требовательная, принимает повесть с рядом оговорок, давая понять автору, что юмор не его дело. Такой неудачи Достоевский еще не знал и ей никогда не пришлось повториться впоследствии. Это был урок, всемерно учтенный писателем. В дальнейшем он уже не только не станет изменять свое художественное лицо, но будет стремиться проявить его во всей резкости и своеобразии его черт. к концу 50-х годов политическая кара Петрашевцев завершается. В марте 1859 года Достоевскому разрешено выйти в отставку с правом жить во всей России кроме столиц и печататься на общих основаниях. Местом своего жительства писатель выбирает Тверь, ввиду ее близости к Москве и Петербургу. 2 июля 1859 года он наконец оставил Семипаладинск, обратный путь лежал на Омск, Тюмень и Екатеринбург. В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы напряли на границу Европы и Азии. Мы вышли из Тарантаса, и я перекрестился, что привел наконец Господь увидать обетованную землю. Целое десятилетие страданий оставалось позади. Наступало возрождение человека, гражданина, художника. Путешественник вез с собой тетради безвестных записей, которые вскоре принесли ему мировую славу. Это были первые этюды и наброски к запискам из мертвого дома. Шестидесятые годы. Глава девятая. Журнал Время. Программа Почвы. Когда в декабре 1859 года, после кратковременного пребывания в Твери, Достоевский сошел в Петербурге на дебаркадер Николаевской железной дороги, страна была охвачена необычайным оживлением. Уже пять лет правительство, вынужденное демонстрировать новые либеральные ориентации, пыталось ответить на приподнятые ожидания всего русского общества. Были разрешены новые журналы, печать несколько освободилась от цензурного гнета, расширился доступ молодежи в университеты, участились командировки начинающих ученых за границу. Вышли дополненные издания сочинений Пушкина и Гоголя, стихотворений Кольцова с большой вступительной статьей самого Белинского, имя его находилось под строжайшим запретом с конца сороковых годов. Общественное мнение все более и более расправляет крылья, писал в самом начале 1856 года публицист Кавелин. Рушится караван-сарай солдатизма, палок и невежества. Достоевский всегда проявлял исключительную чуткость к таким драматическим поворотам современной истории. С творческим волнением следил он за сменой эпох, за возникновением нового мира из-за развалин обветшалого и поверженного по стиху его любимого Шиллера. Из далекого Семипалатинска он наблюдал за невиданным переломом века, уже стремясь отразить его в своем творчестве. В мае 1858 года Достоевский сообщал в своих письмах по поводу задуманного им романа с новым характером, что это образ актуальный для современной России, судя по движению и идеям, которыми все полны. Надвигалось главное историческое событие, понимаемое пока народом как всенародное освобождение. В конце 1857 года царь подписал рескрипты об устройстве крестьян на новых основаниях. Опубликованные вскоре в печати эти верховные распоряжения выносили самый жгучий вопрос времени из секретных комитетов на всеобщее обсуждение. В 1858 году русская печать впервые получила возможность заговорить о крепостном праве, о котором она безмолвствовала на протяжении столетий. Это воспринималось всюду как наступление новой исторической эры. Маркс признавал в то время крестьянское движение в России и эмансипацию рабов в Америке самыми великими событиями в мире. Но к моменту возвращения Достоевского в Петербург крестьянская реформа уже переживала острый кризис. Выяснилось, что освобождение крестьян решено проводить без земли. Это освобождение в голод и бесприютность, гневно предостерегал герциновский колокол. Вслед за опубликованием манифеста 19 февраля по всей России прошла волна крестьянских восстаний. Демократические силы русского общества выдвинули своих вождей. Чернышевский, середины 50-х годов стоявший во главе всего освободительного движения, отвергал дворянскую реформу и ждал всенародного переворота. Страна, по термину Ленина, жила революционной ситуацией. В такой возбужденной атмосфере после вынужденного десятилетнего молчания Достоевский возвращается к прерванному труду. Открывается эпоха возврата к жизни, горячей, жаркой, лихорадочной деятельности. Писатель словно хочет наверстать все упущенное им за сибирские годы. Он вернулся неразбитым и надломленным и не казался разочарованным или нравственно искалеченным. Всех окружающих он поразил приливом жизненных сил и кипучей энергии. Он смотрел бодрее прежнего, отличался веселостью и мягкостью в обращении, чертами, изменившими ему впоследствии. Я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать, пишет он Врангелю по пути из Сибири. Еще в 1858 году, воспользовавшись либеральным курсом правительства, Михаил Достоевский испросил разрешение издавать литературный и политический еженедельник «Время» небольшими выпусками до четырех печатных листов. Этот скромный проект весной 1860 года возрождается в расширенном виде. Журнал определяется как ежемесячник большого формата. Объем книжек увеличивается до 30 печатных листов. Вводятся вопросы экономические, финансовые и философские. Официально новое литературно-политическое обозрение редактирует Михаил Михайлович. Он и принимает на себя всю деловую часть издания. Ведущим сотрудником журнала, его фактическим редактором, становится Федор Достоевский. В сентябре 1860 года выходит объявление о журнале «Время». Это манифест нового литературного направления, почвенничества и одновременно ответ Достоевского на самые животрепещущие запросы дня. Идейной задачей нового органа провозглашается примирение цивилизации с народным началом, синтез русского культурного слоя с подспудными силами народных мать. После Петровской реформы был между народом и нами сословием образованным один только случай соединения 1812 год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческой, что русская идея может быть будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Программа почвенчества опиралась на идеалистическое понимание истории, романтический взгляд на русскую действительность и славяно-фильское учение о смирении и всепокорности русского крестьянина. Все это демонстративно опровергало материализм и революционность современника. Ополчаясь на боевые идеи разночинной литературы и отрицая революционные методы преобразования России, почвенники принимали слагавшуюся буржуазную монархию как наиболее прогрессивную форму правления для своей страны. В этом они усматривали патриархальную идиллию соединения интеллигенции с крестьянством, царя с народом. В крестьянском вопросе почвенники занимали умеренную позицию. Журнал отстаивал консервативный принцип, утверждая отсутствие сословного антагонизма в русской истории и господство в ней мира и согласия между крепостными и помещиками. Через двадцать лет Иван Карамазов решительно опровергнет этот миф о клацовом пацифизме в России. Достоевский приветствовал переход народной массы на то новое юридическое положение, когда продажа или проигрыш людей в карты уже становились фактически невозможными. Это еще было недостаточным достижением, но все же крупным событием в многострадальной истории русского народа. Великая реформа, писал Ленин, была крепостнической реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники. Но юридически криктианин уже не был собственностью своего господина. Это новое гражданское состояние мужика Мария Достоевский поддерживал в своей публицистике, столь далекой от боевых позиций знаменосца крестьянской революции Чернышевского. Никакого следа революционного направления не было в кружке сотрудников времени, свидетельствует Страхов. В их среде господствовали нравственные и умственные интересы или чистый либерализм без всякой мысли о насильственном перевороте. Этого направления придерживался и Федор Михайлович, чуждавшийся всяких принудительных мер. Но художественное дарование Достоевского, страстность его идейных исканий, боевой темперамент публициста, безграничная любовь к творчеству родного народа сохраняли за его первым журналом значение крупного явления в истории нашей периодики. Заслугой журнала было признание русской литературы залогом великой исторической будущности создавшего ее народа. Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев — вот что дает нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни, так предваряет Достоевский будущее всемирное признание русской поэзии и художественной прозы. Здесь же он произносит свой путеводный лозунг «Слово! Слово великое дело!» Знамя Достоевского Пушкин Гениальный поэт уясняет нам во всей полноте, что такое дух русский. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные золотые плоды. Всего около двух с половиной лет редактировал Достоевский время с января 1861 по мае 1863 года. Но за этот небольшой срок здесь был напечатан ряд выдающихся произведений, до сих пор сохраняющих свое значение. Помимо творений самого Достоевского здесь были опубликованы две пьесы Островского Женитьбы Бальзаминова и грех да беда на кого не живет. Начало племы Некрасова «Мороз красный нос», «Смерть прокла» и его же стихотворения «Крестьянские дети», недавние комедии и «Наш губернский день» Салтыкова, зимний вечер в Бурсе и бурсатские типы Помиловского, очерки из простонародного быта Левитова, Ходяин Никитина, стихотворения Майкова, Плещеева, Полонского, Мея, Курочкина, путевые записки Григоровича, мои литературные и нравственные скитальчества Аполлона Григорьева все это либо представляло первостепенный интерес, либо по меньшей мере принадлежало к настоящей литературе. Достоевский несомненно проявил себя выдающимся редактором. В первых же своих выпусков журнал начинает публиковать историю манчестерских рабочих. Первый русский перевод пролетарского романа «Мэри Бартон. История манчестерской жизни». Автором была Элизабет Гаскел. Ее роман встретил одобрение Диккенса и Карлейля. Маркс в своей характеристике современной блестящей школы романистов в Англии, чьи наглядные и красноречивые описания раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем это сделали политики, публицисты и моралисты вместе взятые, называет наряду с Диккенсом и Шарлоттой Бронте малоизвестную в то время Гаскел. Ее первый роман был действительно крупной вехой на пути развития нового демократического эпоса, которому принадлежало будущее. Что же привлекает внимание Достоевского к этой книге? Возврат в литературу после десятилетнего изгнания был и возвращением его к старой манере, к тематике и типам славной дебютной поры молодого автора, его повестям сороковых годов с их социальной тревогой и гуманистической озабоченностью. Несмотря на умеренную программу своего журнала, Достоевский считает нужным обратиться к первому роману о рабочих, вышедшему еще в 1848 году, но неприемлемому для николаевской цензуры и оставшемуся непереведенному. Тема бедных людей, тема пауперизма, столь волновавшая Достоевского, еще на заре его деятельности, предстала перед ним в этой книге под совершенно новым углом зрения. Роман из быта тружеников Манчестера 30-х годов развертывает картины ужасающей безработицы нищеты, голода и социального угнетения на фоне большого индустриального города со всеми резкими контрастами жизни предпринимателей и фабричных. Об этом еще ничего не было сказано в русской художественной литературе. Приступая к изданию журнала, Достоевский как редактор смело вводит в журнальную прозу 60-х годов новую большую тему. Это тема об отверженцах капиталистического мира, но уже не пассивных и безмолвствующих, а поднимающих вооруженную руку на своих угнетателей. Примирительные ноты во второй части романа и даже отзвуки христианской морали в его развязке не могли ослабить революционного звучания основной темы и только углубляли новую поэтику любви и сострадания к угнетенным, сложившуюся после нравственного кризиса Достоевского на каторге. Смотри мою статью «Достоевский и чертистский роман». Вопросы литературы 1959 год номер четвертый примечание автора. Но самым ценным вкладом журнал были несомненно произведения его фактического редактора «Униженные и оскорбленные» и «Записки из мертвого дома». Несмотря на общую умеренную политическую позицию журнала, две эти книги принадлежали новому освободительному движению и как бы стремились напомнить читателям страстную социально-гуманистическую проповедь ранних страниц Достоевского столь сочувственно встреченных Милинским. Как критик и публицист Достоевский ведет полемику с крупнейшими журналами по самым разнообразным вопросам. Но его статьи приобретают особую яркость и силу, когда он защищает родной язык и отечественную литературу. Свои первые битвы Достоевский повел против русского вестника. В то время еще умеренно либерального органа. В начале 60-х годов Котков увлекается английским государственным правом и после поездки в Англию становится поборником ее политических учреждений. «Отсюда либеральствующий критицизм к духовному достоянию своей отсталой страны, приводящей в 1861 году новоявленного англомана к утверждению, что русская литература маленькая, скудная, едва начавшая жить, едва выработавшая себе язык». Достоевский ответил на этот ложный выпад сокрушительным возражением. «Она-то всем нескудная, у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский». «Преемственность мысли видна в этих писателях, а мысли это стильные, всенародные». «Неужели русский вестник не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения русского духа и русского смысла?» Когда Татков посмел толковать «Египетские ночи» как эротический отрывок, Достоевский написал такой вдохновенной и сильный комментарий к этому чуду политического искусства, который остается и через сто лет единственным и недостигаемым исполкованием бессмертной поэмы. «Да, дурно мы понимаем искусство», заключает художник свой этюд. «Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца». Большой интерес в этом цикле статей времени представляет своеобразная беседа об искусстве, которую редактор журнала вел в 1861 году с Добролюбовым. Есть два лагеря в русской эстетике, у территористы и сторонники чистой красоты. Добролюбов принадлежит к первым, ко вторым относится Фетт. Достоевский заявляет о своей третьей позиции, независимой и всеобъявляющей. Он за свободное творчество, за вольную поэтику, за искусство неограниченных возможностей и бесконечных устремлений, приносящее высшую пользу человечеству. Оно совмещает крайние полярности. Искусство всегда современно и действительно никогда не существовало иначе и главное не может иначе существовать, подчеркнуто Достоевским. Защитниками искусства для искусства Достоевскому не по пути. Мы именно желаем, чтобы искусство всегда соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами. Но здесь наступает в трактате Достоевского неожиданный поворот. Если мы и желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. Но такая высшая свобода художника исключает требования непременной актуальности его творчества и близости его созданий к запросам действительности. Достоевский, всегда совмещавший непримиримые крайности в своих политических или религиозных воззрениях, сочетает враждующие контрасты и в своей эстетике. Он, конечно, согласен с утилитаристами, что нельзя поэту в день Бородинского сражения, когда решается вопрос о спасении Родины погружаться в греческую антологию или в день Лиссабонского землетрясения писать стихи «Шепот, робкое дыхание, трели соловья», в равной мере он решительно протестует против похода предводителя утилитаризма в искусстве Добролюбова на художественность, на Пушкина и Тургенева. Искусство, заключает Достоевский, всегда будет жить с человеком его настоящей жизнью. И потому первое дело не стеснять искусство разными целями, не предписывать ему законов, не стеснять его свободу развития. Идеал красоты и нормальности у здорового общества не может погибнуть. Красота полезна потому, что она красота, потому что в человечестве всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Так своеобразно сочетает Достоевский в своей синтетической эстетике оба противоположных учения о сущности прекрасного. Красота полезна сама по себе, без предвзятых заданий. Первые поэты Франции XVII века Корнель и Ростин возродились через столетия и фроздали стиль Великой Французской революции. Такова свободная и совершенная поэзия, потребная человечеству. Таким возведением красоты в абсолютную категорию Достоевский незаметно приближался к теоретикам чистого искусства и отходил от принципов материалистической эстетики, которую последовательно развивал в своих статьях молодой критик современника. Новые связи Как и в сороковые годы, Достоевского снова потянуло в кружки и редакции. Он начинает посещать вторники Милюкова, единственного из друзей его юности, проводившего его 24 декабря 1849 года из Петропавловской крепости в Сибирь. Теперь Милюков был главным редактором журнала «Светоч» и собирал у себя на дому сотрудников своего издания. Здесь бывали Майков, Крестовский, Минаев, Страхов, Доктор Еловский, Аполлон Григорьев, Полонский, Мэй, Данилевский, Семевский. Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович, вспоминал Страхов. Он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал. Когда что-нибудь его особенно возбуждало, он страстно воодушевлялся и возвышал свой тихий голос почти до крика. Запоминались его прекрасные глаза, огромный лоб и простонародные черты лица, озаренные и просветленные вдохновением. Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы и определялось политическими и социальными вопросами. Художник признавался наставником и руководителем общества. Господствовала теория, требовавшая служения современной минуте. Достоевский ее разделял. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление хотя бы и неполное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Достоевский в этом вопросе занимал разные позиции в различные эпохи своей деятельности. В начале шестидесятых годов он верно определял художественность как согласие по возможности полное художественной идеей с той формой, в которую она воплощена. Примечание автора Вскоре члены Милюковского кружка стали собираться в кабинете Михаила Достоевского на Екатерининском канале, где создавалась новая редакция журнала «Время». Достоевский сближается с двумя мыслителями, оказавшими решительное влияние на развитие его философских воззрений. Это были замечательный русский критик Аполлон Григорьев и его ближайший ученик и продолжатель Страхов. Аполлон Григорьев Это был человек исключительной яркости, подлинных творческих вдохновений и смелого эстетического новаторства. Из групп образовавшихся в редакции «Времени» одна и едва ли не самая одаренная держалась вокруг Аполлона Григорьева, умевшего удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям. Он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую возглавляли Страхов и Достоевский. Воспитанник позднего романтизма Аполлон Григорьев был несомненно близок Достоевскому. Почти сверстники по годам они проходили развиваясь через одинаковые умственные движения и увлекались одними и теми же героями и творениями. Критику оставалась всегда близка эпоха его ранних поэтических увлечений, когда юные души были настроены мрачным, тревожным, зловещим и увлекались Лермонтовым и Мачаловым. Эти увлечения сменились утопическим социализмом, которым интересовался Аполлон Григорьев, ценя поэтическую сторону нового учения, но оставаясь чуждом его политических выводов. Став в начале пятидесятых годов во главе молодой редакции московитянина, он выработал здесь целое течение философской и художественной мысли, оказавшее несомненное влияние Надстоевского после сибирского периода. Это славянофильское направление сказалось в крупнейших работах Григорьева зрелой поры его писаний, статьях о комедиях Островского, о русских народных песнях, о двоянском гнезде Тургенева. Оно легло в основу его монографических статей во времени о Льве Толстом, Некрасове, Шевченко, русском театре, теоретических этюдов, народность и литература, нигилизм в искусстве, наше литературное направление. Вместе с Мельниковом Печерским, Островским и Писемским Аполлон Григорьев выдвигал задачу возрождения национального русского искусства. Их манифестом была широко известная по двум позднейшим музыкальным интерпретациям Балакирева и Глазунова запевка Мея. «Ох, пора тебе на волю, песня русская, благовестная, победная, раздольная, погородная, посельная, попольная, непогодую, невзгодую повитая, во крови, в слезах крещенная, омытая». Систему своей критики Аполлон Григорьев называл «органической». Поэты суть голоса масс, народности, местности, глашатые великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат к уразумению эпох организмов, во времени и народов-организмов в пространстве. Такие огромные явления, как народ и эпоха, определяющие деятельность великих поэтов, лежат в основе и критике их творений. Между искусством и критикой есть органическое родство, и критика стремится быть столь же органическую, как само искусство. Ее отличительные черты народность, историчность, художественность, а если исходить из творений Карлейля, которого Григорьев считал своим учителем, то и проникновение в тайну человеческой души, и приоритет нравственных проблем над социальными, и представление о художнике, как о вдохновенном ясновидце, пророке, проповеднике. В искусстве следует раскрывать мысль сердечную и бороться с мыслью головной. Такова эта идеалистическая теория, восходящая к учению Шеллинга и придающая в искусстве и критике решающую роль интуиции. Егоров Аполлон Григорьев Критик Ученые записки Тартусского государственного университета 1960 год выпуск 98 страницы 205-206 Примечание автора Неудивительно, что программное объявление времени строились на основе любимых идей Аполлона Григорьева, то есть народности, ценностей старорусской культуры, родной поэзии и художественного слова, культа искусства, театра, фольклора, музыки, руководящего значения Пушкина и Островского для современной литературы. Все это и объединялось с кратким термином «Почва», который нередко встречается уже в писаниях Аполлона Григорьева 50-х годов. В журнале Достоевского он отстаивал воззрение на русскую драму как на искусство всенародное. Театр в наших глазах — дело великое, потому великое, что по сущности своей он должен быть делом народным. Театр должен держаться массою. На этом убеждении основан обширный ряд статей Григорьева о русских актерах середины XIX века, раскрывающих в нем одного из крупнейших русских театральных критиков, оставивших целую галерею портретов таких мастеров нашей сцены, как Мочалов, Каратыгин, Щепкин, Садовский, Мартынов, Никулина, Косицкая. В этом духе и как бы подводя итоги этим изучением великих артистов России, Достоевский писал в 1864 году. Соединение с цивилизацией, то есть с нами, произошло у крепостного Щепкина единственно одной непосредственной силой искусства, театр. Вот и вопрос об искусстве и даже о материальной и социальной пользе его. Вскоре после возвращения в Петербург сам Достоевский впервые выступает на сцене, впоследствии он славился как художественный чтец. Он горячо откакается на предложение выступить в спектакле литературного фонда и выбирает в ревизоре роль патчмейстера Шпекина. Это, сказал он, одна из самых высококомических ролей не только в Гоголевском, но и во всем русском репертуаре и притом исполненное глубокого общественного значения. В спектакле 14 апреля 1860 года он показал себя превосходным комиком, притом комиком тонким, умеющим вызвать чисто гоголевский смех, как отозвался о его игре режиссер этого необычайного представления Вейнберг. Богатству творческой мысли Аполлона Григорьева вполне соответствовало очарование художественной личности этого последнего романтика, как он любил называть себя. Один из сотрудников времени оставил характерный портрет этого искреннего и непосредственного человека с открытым взглядом, умным чисто русским лицом и смелостью в суждениях. Это было как раз в момент вступления Аполлона Григорьева в редакцию братьев Достоевских. Он жил в небольшой квартире недалеко от Знаменской церкви. Я застал у него несколько до тех пор незнакомых мне лиц и в том числе фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя с гитарой в руках пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий и красивый, и ему придавали особую красоту какая-то задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре играл он мастерски. Как-то во время одного из их споров Страхов возразил ему «Я не согласен с тобой, но возможно, что ты более прав». «Прав я или не прав?» перебил он меня, «Этого я не знаю». «Я веяние». Так любил он называть направления школы и течения современного искусства. Страхов заканчивает свой мемуар об этом друге учителе беглым и выразительным портретом. Григорьев имел прекрасную наружность, поражавшую соединением силы и грации. В нем действительно была грандиозность, так шедшая к его напряженной натуре. Серые глаза, небольшие, но замечательно далеко расставленные один от другого, имели необыкновенный блеск, поразивший меня, когда я его увидел в первый раз. Но с орлиной, руки, с которыми он обращался крайне небрежно, были малы, нежны и красивы, как у женщины. Таков был один из сильнейших и даровитейших сотрудников Достоевского в эпоху издания его журналов. Актриса Шуберт На пороге новой головы биографии Достоевского жизнь улыбнулась ему светлым лирико-драматическим эпизодом. С ним подружилась молодая, талантливая, привлекательная русская актриса, очень живая и остроумная, превыше всего ценившая общество знаменитых артистов и писателей. Ее звали Александра Ивановна Куликовой. Она вышла замуж за актера Шуберта, фамилию которого и сохранила навсегда, хотя ее мужем по второму браку стал врач Степан Дмитриевич Яновский, тот самый, который дружил с Достоевским в сороковых годах и тогда же лечил его. Теперь он познакомил старинного приятеля и пациента со своей молодой интересной женой, с которой постоянно появлялся в литературно-музыкальном салоне Михаила Михайловича Достоевского на концертах среди танцев и оживленных бесед. В своих известных мемуарах Александра Ивановна избегает подробно описывать свои отношения с Достоевским, но очень значительны ее беглые упоминания имени великого романиста, ставшего ее другом в зимние и весенние месяцы 1860 года. Федор Михайлович Достоевский очень ко мне привязался. Он все жалел, что играют только вздор, уговаривал взяться за серьезные роли. Да какие! Просила Дружинина переделать Поленьку сакс, он не брался. Говорил Достоевский о неточке незвановой. Я томилась, скучала, и мне захотелось переехать в Москву. Я переговорила с мужем, он согласился меня отпустить. Окружающие одобряли мой план, особенно поддерживал Достоевский. Это едва ли оставляет сомнения в искреннем чувстве Достоевского к Александре Ивановне Шуберт. Ее муж, чиновник врачебного ведомства, не мог ни увлечь, ни заинтересовать ее своей добродушной, но заурядной личностью. Поэт Плещаев довольно метко охарактеризовал его в письме к Достоевскому от 23 марта 1860 года, то есть как раз в момент конфликта в семье Яновских. Я думаю, жить с Яновским скука, ведь это все равно, если бы кого-нибудь осудили всю жизнь, не есть ничего, кроме клубничного варенья. Ее же всегда влекло к писателям. У Щепкина она видела его друзей-литераторов, встречалась в Одессе с Гоголем, знала крупнейших драматургов. Но Достоевский с его героической судьбой был для нее интереснее всех. Он был в полном расцвете творческих сил. В своих письмах он сообщает ей о работе над униженными и оскорбленными, о задуманном журнале, о своих драматургических замыслах. Это обращает нас к артистической биографии Шуберт, без которой останется во многом непонятной история ее дружбы с Достоевским. Александра Ивановна была дочерью крепостных. Это рано сообщило ей демократичность взглядов на жизнь, неприязнь к дворянству и сочувствие простому народу. Почти все составившие гордость русского драматического театра, оперы и музыки были из крепостных, таково ее основное убеждение. Александре Шуберт шел двадцать третий год, но она уже считалась лучшей русской инженю, то есть исполнительницей ролей наивных и влюбленных девушек. С первых же шагов на сцене ей предсказывали будущность знаменитой Варвары Асенковой, но она пошла своим путем и выработала свой стиль даже для водевильного амплуа. Юная Сашенька Куликова считалась любимой ученицей Щепкина, от которого восприняла черты сценического реализма. Она высоко ценила и своего любимейшего партнера грустного комика Мартынова с его тонким лирическим раскрытием страданий запуганного и бесправного маленького человека. Новая школа художественной правды внушила ей отвращение к рутинным эффектам и сообщила ее игре пленительную безыскусственность трактовки и взволнованную жизненность интонаций. Когда Шуберт назвала как-то Достоевского сердцеведом, он отверг такое высокое признание. Не принимаю вашего слова на свой счет. Какой я сердцевед перед вами. Это было, как увидим, совершенно искренне. В то время и несколько позже, в шестидесятых годах, Шуберт удалось сдать ряд выдающихся образов в серьезной комедии, иногда и в драме. Лиза в горе от ума, Агнеса в школе Жон Мольера, Мария Андреевна в бедной невесте Островского. Несколько позже и мистерс Квикли из вензорских проказниц Шекспира. Это уже требовало уверенной психологической живописи, лиризма и юмора. Все это объясняет увлечение Достоевского. Его письма к Шуберт очень нежны и заботливы. Он интересуется всей жизни своей новой знакомой, стремится быть полезным во всех ее делах, особенно в ее художественной деятельности. Писал я к Плещееву и напоминал ему, чтоб он непременно возвестил об ваших наступающих дебютах в московском вестнике. Я даже написал ему, как, по моему мнению, можно охарактеризовать ваш талант. Вы не поверите, как бы я желал быть на ваших первых дебютах. Достоевский даже собирается с этой целью выехать непременно в Москву. Он отговаривал молодую актрису от участия в ходовом репертуаре и поддерживал ее желание работать над серьезными ролями. Если б у меня был хоть малейший талантишко написать комедийку, хоть одноактную, я бы написал для вас. Хочу попробовать. Если удастся решать другие, то поднесу ее вам в знак моего глубочайшего уважения. Есть и более откровенные признания, свидетельствующие об искреннем увлечении. Очень бы желал заслужить вашу дружбу. Вы очень добры, вы умны, душа у вас симпатичная, дружба с вами хорошее дело. Да и характер ваш обаятелен, вы артистка, вы так мило иногда смеетесь над всем прозаическим, смешным, заносчивым, глупым, что мило становится вас слушать. Сквозь вынужденную сдержанность письма к замужней женщине и видной артистке прорываются нотки сердечной взволнованности. Прощайте. Целую еще раз вашу ручку и искренне от всего сердца желаю вам всего-всего самого светлого, беззаботного, ясного и удачного в жизни. Ваш весть, уважающий вас бесконечно Федор Достоевский. Здесь нет преувеличений. Отзывы Достоевского подтверждаются многими современниками. Давыдов, считавший себя учеником Шуберт, признавал ее исключительно талантливой женщиной и редким человеком. Она зорко следила за всей русской жизнью, к искусству относилась серьезно и театр любила глубоко. Умная от природы она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любвеобильна. Ее советы и указания высоко ценили начинающие и еще совсем юные стрепетовые Савина Варламов. За эту учительную связь с молодыми Шуберт в 70-х годах шутливо называли консерваторией. В марте 1860 года Шуберт решается на разрыв с мужем. Она принимает ангажемент в Малый театр и переезжает в Москву, где можно свободно встречаться с близким человеком, который открыто поддерживает этот план. В письме от 12 июня 1860 года Достоевский подробно передает Шуберт разговор, который он имел наедине с ее мужем. Степан Дмитриевич развивал мысль, что жена его не способна жить и вести хозяйство одна и что ему придется переселиться в Москву, чтобы устроить ее жизнь. Однако наладить свой дом не так уж трудно, возразил Достоевский, особенно при некоторых средствах, какие дает вашей супруге хорошее жалование от театра. Нет, я непременно перееду в Москву, где мне предлагают место старшего врача в госпитале настаивал Яновский с какой-то личной раздражительностью против Достоевского, уже готового переехать в свой родной город. А если бы это не удалось, то верну жену из малого театра в Петербург, в Александринку. Вы, кажется, хотите лишить замечательную артистку ее театральной деятельности. А что же делать, если это потребуется? Да ведь это все равно, что отнять у человека свет, воздух, солнце. Неужели вы на это решитесь? А вот живет же Мичурина без театра. Играть можно и на домашних сценах. Вера Васильевна Мичурина Самойлова, 1824-1880, грамматическая актриса, выступавшая в репертуаре Грибоедова, Тургенева, Мольера, Шекспира. В 1853 году оставила сцену, выйдя замуж за военного. Примечание автора. Да ведь это же тиранство. На месте Александра Ивановны я бы вам не подчинился. Да закона-то обязывают. Она не может меня слушаться. Неужели же вы способны в таком деле прибегать к законам? Признаюсь, не ожидал этого от вас, с вашими гуманными правилами и убеждениями. Ну, до этого, конечно, не дойдет, я говорил про крайний случай, но что-то слишком уж вы защищаете Александру Ивановну. Вы, видно, беспрерывно переписываетесь с нею. Она явно живет вашими советами. И доверяете вы ей больше, чем мне. Вы изменили мне в дружбе. Она прямо сказала мне в Москве. Ты не знаешь еще Достоевского. Он вовсе не друг тебе. Поставленный между двух огней, Федор Михайлович пытается разъяснить молодой женщине сложность положения. Стебан Дмитриевич знает, что вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая мое сердце достойным вашей доверенности. Знает, что я и сам горжусь этой доверенностью и, кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории более вам, чем ему. Что я и не скрыл от него, не соглашаясь с ним во многом, а тем самым отстаивал ваши права. Достоевский замечает, что доктор Яновский ревнует к нему свою жену. Он считает, что я у вас влюблен. На столе у Яновского стоял большой портрет его жены. Это была маленькая худенькая брюнетка с густыми чудными волосами, как описывает ее несколько позже Савина, с мелкими, но правильными чертами и небольшими, чрезвычайно живыми глазами. Внешность замечательно соответствовала основному амплуа артистки, ролям семнадцатилетних. Портрет невольно привлекает к себе серьезностью и задумчивой грустью выражения. Чувствовалась не столько водевильная актерка с веселой бойкостью манер и мимики, сколько исполнительница классической комедии и лирической драмы. Достоевский, видимо, не мог оторваться от этого дорогого ему лица. Увидя ваш портрет у него на столе, я посмотрел на него. Потом, когда я другой раз подошел к столу, он, говоря со мной, вдруг перевернул ваш портрет, так, чтоб я его не видал. Мне показалось это ужасно смешно. Жест был сделан с досадой. Достоевский советует жене этого ревнивца разъехаться с ним. Вам вместе не житье, а мука. Но вскоре жизнь заставляет его изменить сложившуюся ситуацию. Достоевскому необходимо действовать осторожно, точно и верно, чтоб прервать свой опасный роман, ничем не задевая известную артистку и жену своего друга. Увижу ли я вас, моя дорогая, в июле я буду, наверное, в Москве. Не удастся ли нам с вами поговорить по сердцу? Так я счастлив, что вы так благородно и нежно ко мне доверчивы. Вот так, друг. Я откровенно вам говорю, я вас люблю очень и горячо, до того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас, потому что дорожил вашим правильным мнением, и, боже мой, как горевал, когда мне показали, что вы лишили меня вашей доверенности, винил себя. Вот мука-то была. Но вашим письмом вы все рассеяли, добрая моя бесконечна, дай вам Бог всякого счастья. Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в вас. Это мне дает возможность быть еще преданнее вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, Актриса слишком много рассказала своему мужу об отношениях Достоевского к ним обоим. Писатель, видимо, очарованный перед тем прелестной Агнестой, воздержался от упрек или ссор и предпочел внешнюю безукоризненность прощального объяснения при твердом заявлении о свободе своего сердца и бескорыстности своей преданности. Характерно уже начало объяснения. «С наслаждением прочел я ваше письмо, тем более, что уже не думал более получать от вас писем». Весь ответ Достоевского — замаскированный разрыв с его корреспонденткой при безупречной любезности его обращения к ней. На этом их отношения завершились навсегда. Комедийная актриса, блесловшая на горизонте Достоевского, только что возвратившегося из Сибири, оставив след в его сердечной памяти. Савина рассказывала, что когда Достоевский впервые увидел ее в роли Верочки в «Месяца в деревне», он после спектакля с восторгом воскрикнул «Вы хороши, как хороша была в таких ролях Шуберт». Это имя, видимо, оставалось для него высшей похвалой. Около полувека хранила у себя Александра Ивановна три письма к ней Достоевского, и лишь недодолго до смерти рассталась с ними. Она скончалась в Москве в 1909 году, 82 лет от рождения. Похороны ее прошли тихо и незаметно. Новому поколению актеров и зрителей ее имя ничего не говорило. Но от первых русских артистов того времени, Савиной, Давыдова и Варламова, был возложен на гроб венок с надписью «Незабвенной учительнице». Друг или враг Из главных сотрудников времени наиболее близким Достоевскому был Страхов. По образованию естественник и математик, по профессии гимназический учитель, по научному званию магистр зоологии, он только теперь, то есть в 1860 году, когда его мечты о профессорской кафедре не осуществились, обратился к литературной деятельности. Молодой натурфилософ считал себя в журналистике учеником Аполлона Григорьева и приверженцем программы Достоевского. Отсюда его разработка проблем органической критики, почвы, обновленного славянофильства, идеалистической эстетики наряду с неутомимой полемикой против материалистической философии и революционного действия. Настойчивость в идейной борьбе и навыке ученого в критике враждебных течений сообщили его публицистике злободневный интерес. Гостоевский подпал под влияние его обобщающего анализа, выраженного в изящной научной прозе. — Страхову кланяйся особенно, пишет он брату из Турина осенью 1863 года. Скажи ему, что я с прилежанием славянофилов читаю и кое-что вычитал новое. Ознакомившись со статьей Страхова о преступлении и наказании, Достоевский заявил ему, вы один меня поняли. В 1873 году он заверяет Страхова «Половина моих взглядов ваши взгляды». Страхов застает Достоевского в кружке литераторов, где политико-социальные вопросы всецело поглощали чисто художественные. Первую обязанность писателя здесь признавалось прилежное наблюдение за развитием общества и подчинение вечных и общих интересов временным и частным. Вопрос о влиянии среды господствовал над всеми соображениями об автономном развитии нравственной личности и публицистика ложилась в основу художественного творчества. По свидетельству Страхова Достоевский в ту пору был всецело проникнут этим общим направлением своего кружка. И если в нем под спудом этих текущих доктрин и бродило уже иное самостоятельное воззрение на миссию художника и сущность творчества, оно еще оставалось совершенно незаметным даже для такого зоркого наблюдателя как критик времени. В редакцию Достоевских этот начинающий литератор принес совершенно новую струю. Страхов перешел к социологам естественного литературного объединения, в котором господствовало поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкино, глинки. В своем маленьком кружке он выработал воззрение на свободу художника и неуклонно придерживался этой теории немецкой философии, проникшей к нам еще при жизни Пушкина. Читая Достоевскому свои статьи еще в рукписях, постоянно беседуя и споря с ним на эстетические темы, знакомя его со многими европейскими учениями, Страхов мог увлечь его своей глубокой верой в верховный смысл творческой свободы художник. По благим своим духовным увлечениям, склонной воспринять эту веру, Достоевский действительно проникся ею и до конца сохранял следы воздействия на свое миросозерцание поэта-мыслителя Аполлона Григорьева и логика эстета Страхова. В критическом наследии этого ведущего сотрудника времени сохранились действительно мастерски написанные статьи об отцах и детях, о войне и мире, о Герцене Пушкине. При отсталости своих идеологических ориентаций воинствующего почвенника Страхов остается в плену реакционных положений, но при этом все же показывает себя серьезным исследователем крупнейших явлений русской духовной и словесной культуры, толкуемых, конечно, очень своеобразно и односторонне. Впрочем, при оценке научного мировоззрения Страхова не следует забывать, что он был убежденным гигельянцем и основой своих исследований признавал диалектический метод. Как известно, писание этого русского мыслителя высоко ценил Лев Николаевич Толстой, долгие годы переписывавшийся и лично общавшийся с ним. Достоевский впервые узнал Страхова на самой заре его деятельности и не раз признавал его впоследствии своим единомышленником и соратником. Несмотря на преимущественно умственный характер его дружбы, чувство взаимного расположения переходит у них подчас в настоящую привязанность. После припадков подочий в невыносимо угнетенном настроении Достоевский, тяготясь самыми близкими людьми, чувствует себя легко только в обществе Страхова. Они постоянно встречаются для дружеских бесед, рядом работают в редакции, совершают вдвоем загородные прогулки, вместе путешествуют за границей и с одинаковым жаром, независимо от обстановки, в библиотечной келье ученого, у редакционного стола времени, в женевских кофейнях и в Варентинских лакандах ведут те бесконечные, возбужденные и волнующие разговоры, которые Страхов признает лучшими в своей жизни. С середины шестидесятых годов наступило взаимное охлаждение. Какой-то невыясненный эпизод навсегда портит их отношения. Страхов глухо упоминает в своих биографических материалах о какой-то подозрительности Достоевского. Некоторые указания на разрывы отношений со Страховым дает Достоевский в письме к жене от 12 февраля 1875 года. Это был момент, когда Достоевский начал печатать подростка в отечественных записках Некрасова и Салтыкова, после чего Страхов стал к нему совсем холодный. «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего. Он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением эпохи, и прибежал только после успеха преступления и наказания». Примечание автора. Только после опубликования письма Страхова к Толстому, этого беспримерного обвинения, где автор дает убийственную характеристику личных черт Достоевского, выяснилось, что этот сотрудник совсем не был другом своего редактора, относился к нему враждебно и сумел тяжело и расчетливо отомстить ему за такие-то их разногласия и расхождения. После смерти Достоевского Страхов предложил его вдове поручить ему Страхову написать для первого посмертного издания сочинений Федора Михайловича биографию писателя за 1860-1881 годы, когда критик философ близко знал редактора времени эпохи гражданина, первую часть этой работы, то есть до 60-х годов, написал Орест Миллер. Постойное в жанре мемуаров и озаглавленное воспоминание о Федоре Михайловиче Достоевском Страхово, это жизнеописание является ценным первоисточником для биографии великого романиста. Написанное сейчас же после смерти писателя и вышедшее в 1883 году, оно дает ряд ярких, глубоких и даже восторженных характеристик, из которых выступает в неопровержимых и достоверных чертах портрет великого писателя в самую важную пору его деятельности. А между тем, в момент выхода этой книги Страхов в письме к Толстому от 26 ноября 1883 года отрекается от своего труда о Достоевском. Все время писания я был в борьбе. Я боролся с подымавшимся во мне отвращением старался подавить в себе это дурное чувство. Я не могу считать Д нехорошим, несчастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему, я ведь тоже человек. Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека. Переходя к теме пороков и чувственности, обычной в произведениях Достоевского, Страхов утверждает, что у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, это герой записок из подполья, Свидригайлов в «Преступление и наказание» и «Ставрогин в «Бесах». Исповедь этого героя по утверждению Страхова носит автобиографический характер. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания, его направления, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Вот маленький комментарий к моей биографии. Я бы мог записать и рассказать и эту сторону в «Д». Много случаев рисуется мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее. Но пусть эта правда погибнет. Будем щеголять одной лицевой стороной жизни, как мы это делаем везде и во всем. Письмо Страхова было впервые опубликовано через 30 лет после его написания, в 1913 году. Быть может, не будет лишним рассказать, как реагировала на эту публикацию Анна Григорьевна. Это было зимою 1916-17 года. В одной из бесед со мною о Достоевском жена его заговорила о своей исключительно счастливой жизни и высказалась о своем чувстве к покойному мужу. «Конечно, и мне знакомы тяжелые удары. Последний из них постиг меня сравнительно недавно», заметно омрачается Анна Григорьевна, переходя к тяжелому впечатлению своей старости. «Вы можете себе представить», продолжает она с заметным волнением, «какое ужасное впечатление произвело на меня несколько лет назад опубликование письма Страхова, в котором он называет Федора Михайловича злым и развратным человеком и обвиняет его в преступлении против нравственности. У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения. Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе, от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений. Если бы Николай Николаевич был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, немедленно бы отправилась к нему и ударила бы его по лицу за эту низость. Бледные щеки Анны Григорьевны заливает при этих словах румянец негодования. Глаза загораются молодым огнем, голос звенит от возмущения и обиды. В эту минуту из-за ее благообразного облика милой старушки явственно выступает образ молодой женщины по известному портрету заметки Виктора Боброва на полях лучшего гравюрного изображения Достоевского. Тот же пристальный горящий взгляд вспыхивает под четко очерченными бровями. Я решила тогда не выступать с опровержением в печати, но ответ Страхову я даю в моих воспоминаниях, книге, которая увидит свет только после моей смерти. Она объяснит многое в личности моего покойного мужа. «Мне хотелось бы повторять всем то, что я ответила Льву Толстому на его вопросы, какой человек был Достоевский. Это был, ответила я, самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда-либо знала. И недавно мне пришлось повторить это в совершенно других обстоятельствах». И Анна Григорьевна с улыбкой передает эпизод, которому, видимо, придает значение. «Вы знаете, что в Мариинском театре готовят теперь к постановке оперы начинающего композитора Прокофьева на сюжет повести Достоевского «Игрок». Молодой музыкант не осведомился об авторских правах нашей семьи, и нам пришлось заявить об этом. Дело уладилось, но в прошлое воскресенье маэстро нанес мне визит, чтобы лично загладить ошибку. Он привез мне партитуру своей оперы с авторским посвящением. В обмен он попросил меня написать что-либо в его альбом. Напрасно я отказывалась, пришлось уступить его настоянием, но когда я уже взялась за перо, мой гость заявил мне, должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце. И знаете, что я написала? Я вспомнил об излюбленных Достоевским косых лучах заходящего солнца, о большом, пышном и славном закате в рассказе Еродивой, о закатывающемся солнце у английского собора в подростке. Нет, сказала мне Анна Григорьевна, я просто написала «Солнце моей жизни», Федор Достоевский, Анна Достоевская. Нужно было слышать, с какой сияющей гордостью и счастьем произнесла спутница Достоевского эти слова, чтобы понять, какая глубокая жизненная правда дышала в них. Несмотря на свои преклонные годы, Анна Григорьевна отдалась специальной работе по тщательному анализу письма Страхова. Она собрала много фактов и аргументов для провержения этого тяжелого и бездоказательного обвинения. С ней нельзя не согласиться в основном и главном. Зачем, действительно, не уважая до такой степени человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда? Случаи с Кельнером в Швейцарии свидетельствуют не о злости Достоевского, а лишь о его болезненной раздражительности. Мог ли бы человек со злым сердцем, любивший одного себя, принять трудные денежные обязательства о судьбе многочисленных родных после смерти брата? Кому мог завидовать Достоевский в современной, да и в классической литературе? О Толстом, Гончарове, Некрасове, Тургеневе сохранились его восторженные отзывы. По характеру своего дарования Достоевский писал много о преступлениях, о жестокостях и злых страстях. Допустимо ли предавать этому автобиографический характер? Неужели художник не может изобразить убийцу, не совершив кровопролитие? Дает ли основание материальная и бытовая обстановка жизни Достоевского, всегда нуждавшегося, всегда сверхсил трудившегося, предполагать возможность свершения им Ставрогинских преступлений? Обвинение Страхова тем-то и глубоко аморально, что фактически или документально оно не поддается опровержению. Роман Филейтон Время открывалось в 1861 году новым романом «Униженные и оскорбленные». Уже заглавие этой вещи возвещало ее основную тему жанр и стиль. Это был возврат Достоевского к социальному роману, но разработанному в отличие от бедных людей во многих планах и с одной центральной фигурой демонического героя, оказывающего влияние на судьбы всех неповинных и страдающих персонажей этой пасмурной драмы большого города. Фабула строилась на контрастах пороков и добродетелей, сообщающих повышенную остроту сюжету. Историю одной несчастной любви читали с увлечением, но критика отметила наряду с отдельными высокими достижениями незаконченность плана и отдаленность фабулы от жизни. Добролюбов признал эту книгу лучшим литературным явлением года по высокогуманному идеалу автора и его проникновенной боли о человеке, но в целом ставил ее ниже эстетической критики. Рецензент другого направления Аполлон Григорьев также решительно отмечал в новом романе непримиримые художественные контрасты. Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей роман Достоевского? Беседа с князем в ресторане «Фальф». Князь — это просто книжка. Катя и Алюша — детское сочинение. Наташа — резонерка, но зато какая глубина в создании Нелли? Вообще, что за мощь всего мечтательного и исключительного и что за незнание жизни? Отзывам этим никак нельзя отказать в жоркости и меткости. Во их следует восполнить решением вопроса обысканиях писателя, стоявшего в то время на распутье. Он не перестает экспериментировать в поисках жанра, который долгое время ему не дается, иногда по чисто внешним причинам, например, неоконченная неточка незваного. Возобновляя через 10 лет свою деятельность, Достоевский решает испробовать свои силы в жанре общественного романа Эжена-Сю, получившего наименование Романа-Фильетона. Это означало, что роман предназначался для большой ежедневной печати, в которой он публиковался в течение года небольшими отрезками. Это предполагало особую выкройку каждого куска, с подъемом интереса в конце, с театральными эффектами, с прерванными кульминациями, с условными и упрощенными типами, вычерченными плакатно. Раздробленный роман превращался в текущий газетный филеетон, легко воспринимаемый читателем. Некоторые приемы романа-филеетона свойственны многим произведениям Достоевского, но самый тип романной мелодрамы наиболее ощутим в униженных и оскорбленных. По всем правилам эпопеи приключений Достоевский группирует героев на противоположных позициях духовной просветленности и нравственного падения, окутывая тайные главные события, изображая злодея-аристократа рядом с его смиренными и благородными жертвами, рисуя подонки большого города рядом с такими цветами в подвалах как Нелли. К концу рассказа она оказывается родной дочерью князя Волковского, погубившего ее мать. Здесь ощущаются сюжетные ходы парижских тайн Сю, где прелестная девушка, брушенная в нищету и притоны большого города, оказывается дочерью князя Герольштейнского. В истории безжалостной эксплуатации петербургской девочки чудовищной Бубновую отразились некоторые черты из истории той же Фляр-де-Мари, которую истяжают содержательницы притонов Людоедка и Сова. Своей юной героиней Стёк хотел изобразить женщину, сохранившую душевную чистоту среди окружающего ее страшнейшего разврата. Достоевский оценил драматизм и поэзию такого замысла. Изложение в униженных и оскорбленных ведется нервно и отрывисто. С присущими роману-филиетону неожиданными поворотами интриги и ударными заключениями частей и глав. Характерно завершение эпизодов в роковые мгновения, на переломе событий, в моменты высших потрясений, непредвиденных ударов крайней встревоженности героев и заинтересованности читателей. Он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло, она села, ноги ее подкашивались. Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры. Судороги пробежали по ее лицу, и она в страшном припадке упала на пол. Все это характерные финалы, прерывающихся глав романа-филиетона. Достоевский следует и общим принципам поэтики этого романтического рода. Эженсю заявлял, что его эпопея не произведение искусства, что тайны Парижа с художественной точки зрения дурная книга, но она хороша по своим моральным задачам, правильнее было бы сказать по своему сюжетному интересу и общественной актуальности. В такой мере быстрого и горячего рассказа, неотделанного, но впечатляющего и увлекательного, написаны и униженные и оскорбленные. Достоевский отчасти соглашался со своими критиками. Я написал фильетонный роман. В нем выставлено много кукол, а не людей. В нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму. Но автор верил, что в его создании будет поэзия, два-три горячих и сильных места, что два характера окажутся верными и художественными. Вышло произведение дикое, заключает Достоевский, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Верным характером был поэтически обаятельный образ Нелли. Достоевский углубляет традиционные черты погибающей девочки и раскрывает социальные корни ее душевной драмы. Это превосходный этюд в детской портретной галереи Достоевского. Но он не встретил признания критиков. Несомненно, что некоторое недоумение рецензентов объяснялось парадоксальностью формы, избранной Достоевским. За время десятилетнего изгнания автора-двойника в русской литературе утвердился критический реализм, создавший новые типы повестей и романов. Уже появились детство и отрочество, дворянское гнездо и накануне, обломов и губернские очерки. Роман Фильетон сороковых годов представлялся публицистом-шестидесятником и сжитой и отошедшей формой. В дальнейшем сам Достоевский уже никогда не вернется к цельному типу романа Фильетона, который лишь частично сохранится в его композициях. Молодая Россия В середине мая 1862 года Достоевский нашел в ручке замка своей входной двери поразившее его революционное воззвание. Это была по его позднейшему определению одна из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись. Она называлась Молодая Россия и призывала к немедленному социальному перевороту. Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская! Двинемся на зимний дворец истребить живущих там!» «Россия вступает в революцию», возвещал голос неизвестных авторов. «Возникает непримиримая битва между двумя партиями, разделяющими страну. Одна из них императорская, состоит из помещиков, купцов, чиновников и царя. Она владеет землей, капиталами и войсками. Этим государственным силам противостоят нищие, ограбленные, безоружные крестьяне. Это и есть народная партия». «Сегодня забитая, засеченная, она Гавтров станет вместе с Разиным на всеобщее равенство и республику русскую, с Пугачевым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землею. Она пойдет резать помещиков, как было в восточных губерниях в 30-х годах, за их притеснение. Она станет с благородным Антоном Петровым и против всей императорской партии». Антон Петров предводитель крестьянского восстания в селе Бездна Казанской губернии, схваченный войсками генерала Апраксина и расстрелянный по приговору военно-полевого суда 18 апреля 1861 года. Достоевский называет его имя «в черновиках к бесам». Примечание автора. «Восставшая Россия потребует Федеративной республики, перехода всей власти к национальному собранию, обобществление фабрик, предоставление политических прав женщинам, уничтожение монастырей, отмены семьи и брака». Может случиться, что все дело кончится истреблением императорской фамилии, какой-нибудь сотни людей. Но не лишено вероятия, что на спасение этой сотни людей встанет вся императорская партия. В этом случае с полной верой в себя, в свои силы, сочувствия к нам народа, славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик в топоры. И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь. Бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них. Бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Этот листок возмутил и расстроил Федора Михайловича. На фоне пожаров, охвативших в те дни Петербург, молодая Россия прозвучала для него зловеще. Достоевский решает обратиться к вождю революционной партии Чернышевскому. В тот же день перед вечером он посещает его. Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет. Николай Гаврилович, что это такое? вынул я прокламацию. Он взял ее, как совсем незнакомую ему вещь, и прочел. Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки? Именно не предполагал, отвечал я, и даже считаю ненужным вас в том уверять, но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения. Я никого из них не знаю. Чернышевский действительно не был причастен к молодой России и отрицательно отнесся к ней. Вызов, брошенный старому миру авторами прокламации, он считал скороспелым и поэтому вредным для дела. Он был противником заговорщической тактики, принципа которой развивал Заичневский в прокламации. Чернышевский не мыслил о революции без решающего участия народных масс. Сопримечания автора Уверен и в этом, но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них. Может, и не произведет действия, да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны. И, однако, всем и всему вредят. Тут позвонил другой гость, не помню, кто, я уехал. Об этой встрече вспоминал в 1888 году и Чернышевский. По его рассказу, Достоевский просил его повлиять на поджигателей, так как допускал, что пожары в Петербурге вызваны революционерами. Чернышевский, полное собрание сочинений, том 1, страница 777-е примечание автора. Можно предположить, что в беседе Достоевского и Чернышевского речь шла и о пожарах, и о прокламациях. Пожары в Петербурге вспыхнули 16 мая 1862 года, как полагают теперь исследователи, в результате правительственной провокации. Дни стояли сухие и жаркие, пламя с необыкновенной быстродой перебрасывалось на соседние здания и охватывало целые кварталы. 22 и 23 мая наступили страшные дни, когда выгорели большая и малая охта и огромная часть Ямской. В конце мая были уничтожены толкучий рынок, Апраксин и Щукин дворы с тысячами лавок. Домов и товаров погибло на многие миллионы. Невозможно было определить всю массу обездоленного людо. Пожары наводили ужас, который трудно описать, свидетельствует страхов. Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гуляние. Издали с парохода видны были клубы дыма в трех или четырех местах, подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то стат, где играла музыка и пели цедание. Но, как мы не старались позабавиться, тяжелое настроение не проходило, и я скоро стал проситься домой. Современные гравюры, например, во французском журнале Иллюстратион, куда прислал из Петербурга свой рисунок художник Кузнецов, дают поистине потрясающее зрелище многоэтажных домов в центре города, охваченных без остатка разбушевавшейся стихии пламени, которые сплошными потоками, извиваясь и растекаясь, уносятся в небо, со всех сторон охваченные этим гигантским костром, перед яростью которого бестильная растерявшаяся власть. Редакция Времени подготовила об этом событии статьи, по слухам принадлежащие Перу известного литератора Достоевского, но ни Федор, ни Михаил Достоевские не были их авторами. Им обоим были, конечно, известны и даже, вероятно, ими, как редакторами, были инспирированы стаки сотрудников времени, которые решительно опромергали клеветула студентов и нигилистов как поджигателей столиц. Такая крамойная позиция привела к запрещению цензуры обеих статей, которые по прикаду царя были припровождены в высочайше утвержденную следственную комиссию князя Голицына. Туда же вызывался для дачи показаний издатель журнала Михаил Достоевский. Так началось негласное преследование времени, фактически редактируемого недавним государственным преступником. Голицын предложил приостановить на восемь месяцев выход журнала Достоевского. Александр Второй наложил резолюцию. Согласен. Только доклад царю-министра внутренних дел Валуева привел к высочайшему распоряжению не прекращать ныне издание журнала, но иметь за ним надлежащее наблюдение. Валуев был близок к литературе и женат на дочери Вяземского. Примечание автора. Судьба времени была уже в сущности решена. Петербургский пожар 1862 года послужил Достоевскому художественным материалом для пейзажа пылающего заречья в бесах, подожженного с трех сторон и внезапно явившего преступные замыслы поджигателей и безумия отчаявшихся погорельцев, вроде восьмидесятилетней старухи, вытаскивающей своими дряхлыми руками через разбитые стекла пылающего дома свою дымящуюся и вспыхивающую перину. Там же дан и замечательный философский пейзаж пожара. «Большой огонь по ночам всегда производит впечатления раздражающие и веселящие», напишет через несколько лет Достоевский. На этом основаны фейерверки. Но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар. Труд ужас и все же как бы некоторые чувства личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производят в зрителе некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным инстинктам. С неимоверной силой под бурным ветром сея ужасы панику распространяется пламя по деревянным постройкам убогих сел и бревенчатых городков, где пылают костром целые улицы. Правительство, обвинив революционеров в поджогах, воспользовалось благоприятным моментом для дальнейшего усиления реакции. Начались беспримерные преследования периодической печати и ее передовых деятелей. Были приостановлены на восемь месяцев современник и русское слово, закрытый шахматный клуб, второе отделение литературного фонда, ведавшее помощью студентам, в открестные школы. Многие передовые деятели были арестованы и брошены в крепость. И среди них Чернышевский, Писарев, Серна-Соловьевич. Заметки о погибшем народе В журнале «Время» в 1862 году заканчивали спечатанием записки из мертвого дома. Сложна и длительна была история этой рукописи. Главный врач Омского Острога, доктор Троицкий, стремился облегчить законодаренному писателю его тяжелую карательную повинность. Он продлевал чернорабочему Достоевскому сроки госпитализации и даже предоставлял ему запретную возможность писать. Здесь, видимо, Достоевский начал заносить на бумагу сначала отдельные речения, словечки, разговоры, стихи и песни-каторги, а затем и всевозможные эпизоды, сценки, происшествия или уголовные признания, из которых вырос через несколько лет его бессмертный труд о тюремных узниках крепостной России. Листки эти хранились у больничного фельдшера и накоплялись медленно. С переездом автора в Семипалатинск работа оживилась. Достоевский читал свои очерки новым друзьям, Врангелю и Семенову Кельшанскому. Понемногу вырастал обширный план романа с вымышленным героем, с богатым сюжетом, в котором должны были слиться серьезные и мрачные, трогательные и народные. В окончательной редакции сохранились следы той исключительной личной драмы, которая должна была лечь в основу этих точных и достоверных записей. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, определяет автор публикуемой им рукопись якобы одного умершего сибирского поселенца. Но местами это описание прерывалось какой-то другой повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Это сообщение не получило дальнейшего развития, но оно чрезвычайно важно для понимания творческого метода Достоевского и первоначальных масштабов его сибирского замысла. Оказывается, знаменитые мемуары были задуманы им не только как очерки омского строга, но сочетались с другой повестью, мучительной и ужасающей. «По сочетались» первоначально будущая хроника каторги. Трагический эпизод на прочной реалистической основе, достоверные тюремные записки, обрамляющие исповедь одного неукротимого ревнивца. Но романтический сюжет на этот раз отпал, оставив описательные очерки сибирской тюрьмы, которые и составили целую книгу. Задуманный роман распался на серию зарисовок с психологическими тюдами и вставными навевлами. Композиция «Записка из мертвого дома» весьма своеобразна. Отказавшись от первоначального сюжета «История жена-убийцы», автор строил свою хронику преимущественно на трех компонентах. Первый. Блит уголовно-политической темницы, то есть жизнь и нравы арестантской казармы и кордыгарди, одежды, пихи, умывания, бритье головы, заковка в кандалы, баня, госпиталь, спектакль, попойка, картеж. Все это превосходные жанровые картинки, да геротипы, эпизоды, сценки, диалоги, физиологические очерки из мира отверженных. Второй. Характеристики каторжан, то есть экспрессивные зарисовки социальных типов в узком разрезе одного острога, но в широком охвате смелых и сильных народных типов, собранных Тобольским приказом, со всех концов растие. В таких психологических этюдах и нравственных портретах вырабатывается знаменитая формула, сложившаяся в сибирских письмах изгнанника. Есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. Третий. Вставные истории каторжан о своем прошлом — это своеобразные криминальные новеллы, арестантский фольклор о страсти и мести среди бесправия и произвола темной и порабощенной страны. Это во многом возврат к натуральной школе, мастерские образцы критического реализма сороковых годов на материалах каторги и в новом жанре жестокого рассказа. На этих трех основах — в бытописи, портретах и исповедях зердится композиция записок из мертвого дома. Сам Достоевский так определял свою задачу. Представить весь наш острог и все, что я пережил в эти годы в одной наглядной и яркой картине. Здесь и бытовая фактография, и безбрежная устремленность нравственных исканий великого художника. Утверждается неповторимый стиль позднего Достоевского и формулируется неизменный закон его эпоса, всегда построенного на точных данных, то есть на житейских происшествиях, уголовных деяниях, политических событиях и всевозможных человеческих документах, из которых бурно вырастают необычайные личные драмы героев. Задуманные в разгар последнего страшного периода Николаевской реакции книга Достоевского о бузниках крепостной России была закончена в стране уже освобожденной от рабства. О божествах крепостничества теперь можно было высказаться открыто в печать, страдания закабаренного крестьянства изображать во всей их ужасающей подлинности. Вчерашний автор идиллического тела Степанчикова в заключении своих заметок о погибшем народе произносит приговор недавней государственной власти, погубившей самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Это прозвучало как обвинение целому строю, целой эпой. Но автор книги о Бомском Остроге достиг подлинного величия и как художник своей мучительной темы. Неудивительно, что она сразу породила современников. Наиболее чуткие и глубокие из читателей Достоевского вспомнили над записками из Мертвого дома величайшие шедевры искусства. Широко известен отзыв Тургенева «Картина Бани просто дантовская». Герцен с его обычной пластической выродительности писал «Эта эпоха оставила нам одну страшную книгу своего рода Кармен Хоренду, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад. Это мертвый дом Достоевского. Страшное повествование, относительно которого автор, вероятно, и сам не подозревал, что, очерчивая своей закоранной в кандалы рукой фигуры своих сотоварищей каторжников, он создавал на материале нравов одной сибирской тюрьмы фрески «Алла Бонаротти». Кармен Хоренду, песнь, наводящая ужас. Примечания автора Омская казарма в ее строго реалистическом воплощении поистине обращает нас к символике страшного суда Сикстинской капеллы, где сотни корчащихся от ужаса грешников проносятся вихрем мимо негодующего судьи, градящего им возмедием и вечными муками. Определяется один из дословных законов творчества Достоевского. Физиологический очерк перерастает в философскую поэму. Этнографические записи вызывают представления о судьбах великого народа, заклейменного и закованного в царских темницах, но призванного в будущем к борьбе, свободе и мощному творчеству.